У меня самокат, знаешь, на уровне вот с сексом. Секс, самокат, это вот прям. А вот это что вообще? Что вот тут? Это трэп. What the fuck вообще, чувак? Я не знал про это. Ну, поллямы где-то я забрал. Через минуты-две просто ко мне подходит скейт и вот такой, мэн, чё-то там на своём говорит. Я говорю, пошёл нахуй. Антон сказал, лад, самокатчику пизде даст. Да ну нахуй. Unpacking чьи-то сумки, что в лавитоне хранится? Может, Moscow Cool Boys говорит welcome. Сперму пробовал? Блядь, так и знал. Агатинская банда. Токио не против, если я с потика погляжу, выйду. Давай, давай. Погрейтесь, пока. Здарова, братишка. Чё, вот у нас небольшой рум-турчик будет. Как вообще, что тут происходит, как Костян живёт. Чё? Трэп-хат. Не снимать у нас. Короче. Ну, рассказывай, давай. Начнём. С главного места. Это место Евгения Рераря. Он тут обитает, но пока что тут. Расскажи, чё тут ещё происходит с Эпергришем. Я играю в видеоигру. Блядь, отстань. Блядь, слепой. Ну, короче, тут всё по дефолту типа. Музыка, какое-то ведро с водой. Пацанов. Стёк. Типа Степан, да. Стёк. Чё, холодильник. Отстань. Тут вещи у пацанов хранятся. Печенька ем, извините. Стёк, расскажи. Это обитие Степана Гришина. Такая кровать есть. Стёк, иди про кровать свою расскажи. Иди про кровать. Про кровать расскажи. Это из Икеи. Ну, по... Чё ещё? 15 тысяч рублей из Икеи заказывайте, и вот такая херня у вас будет. Номер 868-946. Короче, как-то раз я сгонял в Икею, ой, не в Икею, а в этот, блядь, Леруа Мерлен. И по угару такой Стёк снимаю, говорю, смотри, сколько тут палок, всего. Он такой, говорит, да ну, это хуйня, это всё тащить, займёмся. Через два дня, блядь, приезжает, нахуй, дохуище палок, всего. Говорит, я кровать построю. Говорит, ты чё, долбовёк, ты ничего не построишь. Блядь, прихожу вечером, вот эта хуйня тут стоит. Посмотрите просто, что тут. А вариант в этот хуйню, знаете, как он закрепил там всё, блядь. Да, хата, если чё, не наша, мы её снимаем. Хозяйка не в курсе. Да, вот тут Рубубубус есть. А если этот видос популярным станет, и хозяйка увидит, что в квартире такой пиздец происходит? Нормально будет. Или стой, дай комнату мою напоследок, пойдём покажем, и всё. Антоха, у тебя много просмотров? Нет. Нет, нормально тогда. Ну, 10. Короче, есть такое место. Шулан. Мы тут стираемся, качаемся и печатаем шмотки. Опа. Так, смотри. Такой у нас отоночек есть. Тут иногда всякие приколы происходят. Краска, хуяска. Вон, гражданин козявки у нас тут есть. О, во. Солан, Кость, давай. Такой сталак у нас есть. Блядь, тут гвозди, сука. Нормально, нормально. Давай-ка, давай-ка. А можно в фотошопе, типа? Ну, давай, давай. А ты меня снизу будешь это подтягивать, да? Валя. О, хорошо. Всё? Закачался. Пойдём. Что тут у нас ещё есть? Балкончик есть? Мнение. Тут просто мнение, типа. Комментарий. У нас два балкона ещё там. В той комнате есть большой. Мы вам его не покажем. Это с улицы лавка? Нет, этот наша. А вот это что вообще? Что вот тут? Это трэп. Знаешь, в каждом доме должен быть трэп. Это замазывать или что это? Да похуй, чё. Это же просто, ну... Руки помыли? Йорк, типа, у пацанов, да. Но это не наше, это тут. Ну, чё у нас? Полномасштабное интервью такое. Вот, нашли с улицы персонажа такого. Не знаю, даже как-то глупо спрашивать у тебя, как ты начинал кататься и всё вот это такое. Давай вкратко, как ты вообще пришёл к этому? К самокату в целом? И почему это тебя зацепило? Как-то так получилось. В детстве бегал, прыгал по гаражам, лазил из-за и понимал, что шило у меня в жопе есть такое. И многое на чём пробовал кататься. На роликах, на скейте, на BMX. На BMX падал, разбивался. На роликах как-то глупо казалось всё. Скейт что-то мне не давал, скейды рвались. И в моменте увидел чуваков на самокатах и такой, бля, вот это классно. Курение вредит вашему здоровью, не курите, ребята. Вот, да, увидел, короче, чуваков и думаю, такой, блин, это что-то необычное, что-то новое. Ко мне даже в моменте скейтеры подходили и говорили, блядь, типа, это тот самый JD Bug, где ты его достал, вот это всё. Ну, то есть, это не было ещё, как сейчас, самокат. Это тогда было что-то прям вау. А вот тебе уже 25 лет, и вот почему ты всё ещё на самокате? Потому что обычно, ну, как обычно ребята делают, что-то там мне 18 лет, типа, мне нужно идти дальше, и в основном бросают самокат. Ну, как это сейчас происходит? Я кайфую от этого, в первую очередь. Знаешь, это ничем незаменимый кайф для меня кататься на самокате. Без разницы, там, прыгаю, а не прыгаю, я вот с травмой даже просто езжу, и мне кайфово находиться в самокате. Просто даже иногда потусоваться с чуваками, время провести, это вот чистый кайф мой. Ну, может, ты просто не пробовал другие ещё вещи? Куча же... Да много чего пробовал, но в этом нашёл себе, это прям нравится. Знаешь, у меня нет такого, как может быть у некоторых, что а-ля, вот я столько-то прокатался, и что будет, если, допустим, самокат пропадёт из моей жизни? Чем я буду заниматься ещё? Я могу много чем заниматься, мне много ещё, что нравится, но уделять столько времени, и в целом, вообще, так кайфовать, как от самоката, я ничего другого не могу. Ну, в принципе, да, аналогично, я думаю, у ребят, которые тоже катаются. Ну, у меня самокат, знаешь, на уровне вот с сексом, секс, самокат, это вот прям, это вот две вещи, секс и самокат, это вот, всё другое. Ну, вот раз мы же затронули травмы, поговорим о травмах, о самых болезненных твоих, и вот я знаю, что их было много, ну, можно начать, например, с каких-то мелких, если какие-то были. Не было вообще травм. Не ломал ничего вообще. Палец один сломал, вот, этот, по-моему, или сейчас, а, не, вот этот палец сломал, короче, катался на фанбоксе, там была мини-рампа, но она прям маленькая была, там даже радиус был, типа, вообще ерундовый, ну, коупинг был жирный, её скейтеры построили, вот они с Королёва, были у нас такие скейтеры, они построили рампу сами, типа, прикольно. Вот, я катался, учился, что-то там, всякие брачки, фигачки, думаю, сегодня надо поскользить, делаю, типа, фибл, смит, я, короче, залетаю, просто делаю фибл, смит, и смит ещё, знаешь, не как надо вот этот, типа, с локом, или как правильно, а такой, знаешь, смит, вот этот, как бы клип, типа, спрыгиваю, цепляюсь с задним колесом, просто падаю вот так лицом, встаю, такой, бля, больно такой, ну, вроде лицо нормально, такой трогаю себя и понимаю, что лицо что-то не могу потрогать, а у меня палец вот этот смотрит вон туда вот так, то есть у меня вот тут был перелом, а вот тут было смещение, он просто вот туда смотрел, я такой, типа, фу, ну, там всё закрыто, слава богу, я подхожу к типам говорю смотри там девчонки какие-то типа ваще что за ужас что у него с пальцем я такой блин ну жестко он так чуть-чуть болел пошел типа меня скейтеры взрослые отвели в эту местную типа больницу меня не хотели принимать и не такие вы чё офигели у него тут пипец это это я без очереди мимо этих бабок с горем пополам зашел мне просто так справили все типа положили гипсы нормально вот а потом да после этого ничего ничего не ломал ничего такого не происходило прям сильного и вот поехал в крым типа торопился снимать новое видео про модельные доски приехали и там первый раз за 50 лет плохая погода мне вот там его есть пацан у него все время вписываемся у него дом там свой и у нее бабушка такая уже старенькая типа там миллион лет в ялте живет она горит за 50 лет ни разу не было в так ну в этом когда мы были в апреле нет не в апреле короче в на самом начале весны типа или в марте вот она говорит никогда не было такой погоды там дожди целый день шли мы сидим три дня дождей просто муж там типа верх ногами в этой квартире там отдыхаем куролесим ну все как обычно и на третий день едем просто снимать там сняли за реку там рейлхоп что-то двое по-моему солнышко поехали на набережную я сделал пару раз 3 у вип там дабл барчик и крыша была вот у меня был выбор ехать на ялту сразу тип прыгать я трешку хотел делать надеюсь сделаю через забор и куда доехать хочу очень хочу трешку там сделать и был выбор я пошел на ту крышу делать халка бип прикатался уже все более-менее из или халк от finger хотел делать я не помню вначале типа такой думаю того надо начиная раскатываться и в итоге смотрю типа бежит охранник орет на всю типа стой стой ты чё залез куда ты там там слышно помна видосе вставим видосу да я такой думаю все надо прыгать на все бабки знаешь вот это они раскатаны был такой ну знаешь еще на похмелье по моему делал вот это халк обе приземляюсь и я когда делал халк обе приземляю себя чувствую то что блин скорости не так уж и много а там знаешь крыша такая как сказать типа не резкая вот как надо с резких крыш легче типа на тебя вниз скидывает как-то попроще а с плоских ты просто блять знаешь как школьники с подъезда падаешь камнем вниз и я еще прыгал не на ту сторону где ниже а на ту где выше типа там жалко нет второго ракурса вот я расскажу почему типа это было и я короче делаю вот это все прыгаю в моменте лечу и понимаю все меня ну не вдали лечу а вот вниз просто меня камнем тянет что сейчас пиздец будет я такой все надо одна попытка надо просто держать я типа выдержу ну как всегда знаешь ты там с трех метров прыгаешь у тебя по сути в голове просто нужно сейчас здесь держать вот этот бух блять он степать знает это ощущение прекрасно когда тебя в жопу аж отдает ты просто вот эту букву задержал уехал я такой вроде приземлился задержал и такое чувство у меня снизу хуякс блять просто в бок что-то выходит и такой по ощущению как будто у меня нога на две половины сложилась я все падаю там пиздец все подбегают охранник это тоже сразу такой подошел и я в первую очередь я поорал такой что-то больно больно а потом мне на все стало похуй я первую первым делом говорю блять его засняли и мне сверху горшок говорит да я снял а снизу там был злая гнида типа он говорит не и не снял я горит испугался охранника на кнопку нажал там самый охуенный ракурс вот этот где просто на камеру там прям все видно было и как нога ломается это и высота и я там чуть ли не заплакал от этого типа еще угар короче там горшок с нами было ему не было 18 и он резко прибежал вниз оставил камеру съебался просто оставил меня лежать там пиздец я такой игру а почему пацаны вообще с него угорали ну бля я думал при этом мусора отправить меня в москву типа обратно я такой чувак что за бред блять вот так случилась моя первая травма на их поехал в это в больницу прикинь приезжаю мне блять все рентген там делают мрт же они не делают это же ну травма колен зачем мрт делать сделали рентген подходит говорит вставай теперь встал они говорят все можешь идти дальше такой смысле у меня нога там пиздец ну ты знаешь ощущение она такая у меня еще очень сильно было когда же с высоты рвешь там у меня этот перелом был какой-то вот этот смятины какой-то не помню как он называется когда кости об другу хуячисти они там ломается вот и связка пору разорвана почти до конца и я чувствовал что у меня там в ноге просто жесть он говорит бля иди можешь там четыре дня подождать сможешь кататься я радостный пошел в москву приехал все у меня разрыв связок так дальше да что у нас произошло дальше тысяча операцию сделал на эту нет если бы я сделал сразу операцию было бы все классно мне бы скорее у меня же связка не до конца порвалась она вот акте на дыр как у меня был но там сильный надрыв и вот они мне сказали типа можешь закачать ну как-то блин с первого раза пойдешь закачаешь ты жену не профессионал это нужно с реабилитологом это в лучшем случае просто ну обычный чувак который никогда не занимался жестко какой-то там спортом вот этим всем фитнесом и не закачает так ну мне же нужно все мышцы прочувствовать все вот эти штуки и кучи работы проделал года минимум надо да да это еще если правильно вот как видишь я до сих пор сколько 3 2 реабилитации делаю все но не туда и дело вот и приехал в москву начал закачивать подумал ой типа все классно пошел кататься там поснимал трюки вечером приехал в сокольнике делала в анетибар ступенек по приколу такой типа ты что-то не хочу их делать просто выкинул самик приземляюсь на ногу боком она вылетает все дорвал связки у меня все пиздец типа крах сказали то что нужно делать операцию это было конец помню нет начало осени это было конец лета я почему-то тогда значит не так серьезно к этому отнесся я подумал что нужно вот пацанов до снять всех сезон закончить доработать ну там уже степа гришин страшно очень кататься начинал думаю нужно до снять минуту если я сделал операцию не смогу кататься вот до снял их зимой сделал операцию я кстати еще до этой зимы успел еще раз типа порвать но не связку миску же порвал тоже подрался вот сделал операцию начал восстанавливаться вроде бы очень классно реабилитолог говорит типа я там очень быстро шел очень все классно происходило и в моменте я просто почувствовал что все можно кататься все классно мне разрешили когда сколько времени пришло так вот очень 3 месяца 4 месяца ну потому что как он говорит ну спортсмен уже типа все быстрее восстанавливается из того что у нас организм привык это все жести ну и мы в целом быстрее проходим реабилитацию то есть у меня все показатели были отличные там прыжки сила вот все очень хорошо но связка не успела прикрепиться типа ну вот этим кости грубо говоря в общем и целом показатели мы улучшились я пошел кататься на боксах там брачки фигачки тоже все очень классно чувствую себя отлично колено не болит не плывет ничего снимал блант на охотке и просто типа пришли копы один раз погнали 2 игры все нужно быстрее тогда блант научился хороший такой прям весь проезжал там не помню либо на ds вебе хотел сделать либо там на что-то еще и просто растапливаю со злости уже прыгаю мне промахивается бланк переднее колесо скользит и я лечу на правую ногу но у меня есть это видео на камере его наверное попытаюсь сохранить и показать уже в следующем своем профайле если он будет надеюсь вот падаю на ногу она рвется все я в ахуе полном у меня там это было 1 июня у меня 3 день рождения и вообще ужасно это меня вообще ударило потом вот все через месяц сделал еще одну операцию думаю такой ну раз я очень рано начал надо чуть подождать подождал сколько года полтора наверно вот сейчас уже недавно я в крыму порвал когда год и 4 год и 5 месяцев но я уже был раскатан там вообще все вроде бы хорошо себя чувствовал но была какая-то знаешь неуверенность вся эта неуверенность была потому что я плохо прошел реабилитацию то есть я понимал что время уже прошло все вроде хорошо сила плюс минус есть но где-то там не доработал где-то не допрыгал и вот знаешь на боксах я уверенно каталась ну когда я на крыше залазил думал блять ну вот что ты сейчас если сейчас я тут упаду я не уверен что типа я смогу так прыгнуть и так приземлиться и так и произошло теперь на крыше делать его вот этот трюк серёжа графского он делается знаешь когда самих берешь вот этот ниндзя ну типа прыгаешь трешкой воздухе на самих встречу туда вообще очень классный кадр кстати вообще если бы сделал классно трюк выглядел бы дел меня тоже типа чуть повело Типа, я с Амикой слетел, приземлился на ногу и прямо на крыше у меня там все вышло, я упал, порвал. Но там эмоциональный вообще, типа, пиздец у меня произошел. Я там... ну, я орал, потом я от всех отошел, просто плакал, типа, в полном, типа, каком-то ауте был. Мне мама позвонила через минут 15. А я в Крыму был, она мне звонила там раз в день, ну, так иногда. Просто 15 минут звонит, и я такой, думаю, ладно, все, взять себя в руки, ну, ничего не говорить, такое, все нормально. Беру трубку, она говорит, что случилось? Я такой, в смысле, она говорит, у меня, говорит, сердце, пиздец, что, говорит, случилось? Я такой, ну, а у меня уже эмоции, реву, я такой, блядь, такой, похуй, опять порвал крест. И все, мама в таком же охуе, типа, сердце, понял, типа, чувствует материнское. Охуеть. Да, ну и все вот эти травмы тоже, знаешь, подкосили меня в моменте, очень много, типа, у меня сил забирали, нервов, энергии. Вообще я так похудел, блядь, полосел чуть-чуть, волосы у меня доначали, короче, тоже. Артему Щербакову привет. Братан, вместе на пересадочку сгоняем. И еще и Дениса Якимова с собой возьмем, вот вам такие инсайды. Да, короче, в моменте начал организм мой ахуе ловить, и система моя нервная. Вот так меня ударила эта травма, но, как написал Илюха Файзуллин, он говорит, это, братан, тебя просто жизнь, типа, на прочность проверяет, и все, типа, нужно взять себя в руки и идти дальше. Я думаю, сто процентов так надо сделать. Шаг назад уголь разгона. Очень жестко. Жестко, жестко, да. Я надеюсь, такая судьба меня не ждет. Я надеюсь, то, что вот на этом всем научатся другие чуваки, будут меня слушать. Я тут каждый день Рубубубу, Степу, Степа вообще летом прыгает, пизда, я не знаю, как ноги живут. Если мне в моменте говорили, как у тебя колени не ломаются, я такой, блядь, как колено может сломаться, узнал, типа, а они все это видят, я каждый раз говорю, бля, надо, типа, качать надо это, и знаешь, они такие, ну да, но нихуя не качают, типа, знаешь, пока как будто сам не разъебешься, не начнешь. Ну, мне Степа недавно выдал, он говорит, месяц в зал отходишь, я, говорит, с тобой пойду, типа, вроде уже готов. Ну, я видел, вот Никита начал, ну, и качать, но у него побаливает, по-моему, что-то из разряда. У него там тоже что-то, у него шляторы там, еще что-то. Ну, шляторы, это более детская, по-моему, штука, когда у тебя переходит, но видишь, все начинают, типа, коленями заниматься, когда болит, либо вот, я надеюсь, сейчас вот просто кто-то меня услышит, кто хочет в дальнейшем профессионально кататься и в натуре, ну, этим зарабатывать, этим жить и потом, блядь, не страдать, как я вот сейчас. Просто на три года выпал из строя, блядь, я помню в свое время, когда катался, там классно было, на стрит-джем приехал, там покатался, там выиграл, Андрей Нафеев там где-то рядом катается, такой, привет, там на пяточке так слегка наступает, но все равно еще малой. Сейчас три года прошло, просто пиздец, все поменялось, уровень просто. Андрей Нафеев тот же вырос, блядь. Уже и не катается даже. Мне так хотелось бы, вот просто, чтобы я этот крест не рвал, чтобы мы с ним именно погасились, вот классно. Может быть, он и кататься бы даже не бросил, может, знаешь, вот этой конкуренции не хватило, типа, какой-то супер жесткой. Вот. Да, поэтому, типа, всем советую заниматься спортом, хотя бы фитнесом просто, элементарно разминаться и делать какие-то упражнения из интернета на стабилизацию ваших там конечностей, поэтому здоровье важнее всего. Поберегите себя и не прыгайте с крыши, я вас прошу, не прыгайте с крыши. Чувак, я это два года нахуй назад говорил, всем, блядь. С крыш прыгать это уже, ну знаешь, смотря с какой крыши, если найти какую-то там интересную, вот, как Леха любит, знаешь, такие споты вот эти на миллион изъебнутые, наверное, да, то есть такой можно, ну даже можно там похуй огромный дроп вытерпеть, ну вот, как Сережа прыгал, вот такой можно один раз потерпеть из-за того, как он выглядит. А вот эти дропы, блядь, которые выглядят просто вот этот, как бордюр только, блядь, четырехметровый, где он просто едет по прямой и так, бух, упал. Ну это тупизм вообще уже полнейший. Если хотите прыгать с каких-то крыш, ну ищите хотя бы какие-то интересные или которые хотя бы стоить того будут. Знаешь, вот как в моменте был вот этот мейнстрим, в шопе сквотера прыгнуть на инстаграм, я помню, как горшок бортвист делал, ой, блядь, знаешь, там все же с него соскакивали, даже я когда вибар делал, я просто соскакивал вибар внизу. И тут растопился, банчу на метр вырвал, бортвист там еще на три вперед, там хуякс. Вот это очень страшно выглядело. Блядь. Ребят, пожалуйста, правда, не дропать, это не нужно, вам не нужно ничего доказывать, вы не будете выглядеть круче в каких-то глазах. Так круче всего кататься на, блядь. Флет круче кататься, чувак. Ну, самый крутой вот в этом, мне кажется, Джон Деврайн как будто, вот он все эти пореврики трахает, типа. Вот лично мое мнение, это прям идол такой. Знаю, вот я сколько катаюсь, вот без угара, мне ничего, кроме флетрейла, они вообще не нужны. Мне правда нравится кататься просто по флетрейлу. А в стриту есть флетрейл? Ну, я бы хотел жестко, чтобы какой-нибудь, ну, просто круто, чтобы было. Ну, вот согласись, в стриту снять на поребриках там какие-то трюки, типа, и чтобы это не просто Чинг Пинк, а чтобы вот прям это круто было и на уровне, вот как Джон Деврайн, да хуй ты еще снимешь. Я в России вообще мало типов знаю, которые могут вот так на поребриках снять, типа, такие трюки. Еще и чтобы на стилдоке. Но это просто, знаешь, к этому прийти нужно, это прям самый хай-левел, типа. Я еще с крыш прыгал из того, что у нас фиша не было. У нас, типа, не было фиша, и я такой, ну, бля, а как этот трюк снять, типа, ну, какие-то крути-верти, вот эти все. То, что вот сейчас плагеры делают, вот это там 4 хила, вот эти фулл хилы, я это еще, типа, 3 миллиона лет назад делал, но я не знал, как это снять. У нас был зум, я такой, ну, пойдем, пуху, опять с крыш прыгнуть, типа. Либо перилы длинные проскальзу. А вот шиша, как у шиши получается? Может, какой-то секрет есть у Владика? Как он живет, еще не сломался? Ну, я не хочу так говорить, типа. Он же сломал надо в ногу. Ну, там это его ошибка была, типа, но вот. У меня также ошибка произошла. Ты вообще где, блядь, колено сломал, нахуй? На вечеринке где-то на сцене? Что там с тобой случилось? Я хоть еще с крыши уебался, вы там все, блядь, все колени рвете, просто там идете где-то на льду поскальзываетесь. Ну, блядь, так что я сделаю? Ну, вот так вот, блядь. Шиша, на самом деле, у нее травм больше, чем у меня было. У меня одна серьезная, а Шиша, он на ПП, по-моему, сипятку ломал, помнишь? Да. Как Русик, Фатниф туда Бортвис Хилл сделал. Я вообще не знаю, как у него. Нахуя-то. Как у него тоже, нахуя-то? Как ноги у него выдержали, это вообще жуть. Может, из-за того, что он легкий какой-то или что? Не знаю, ну, просто реально, в чем прикол? Типа, это, ну, мне не нравится этот клип, абсолютно. Это, типа, просто закрыть ебало, что, типа, вот никто не сделает, типа, жестче трюк в дроп. Короче, нет прикола реально в дропах, я вообще не знаю. Ну, знаешь, просто иногда кому-то кажется, что, типа, дропнуть легче, ну, а ты попробуй на балансе завалить кому-то лицо, рот. Показать, типа, уровень прям. Сложно, типа. Я вообще ненавижу менула вот эти все. Я не умею менула нормально. Я умею, на самом деле, менула. Я один из даже клип снял какой-то очень давно в архиве, у меня в Латшишнипсово. А то я там запрыгнул на ступень на менуле, с них спрыгнул на менуле, еще в двор проехал. Мне Шиш пишет, да ну нахуй ты менула умеешь? Вот, блядь, да. Типа, я делал там вип-бармену, брайчики всякие, просто мне не нравится, типа. Вот мне Илья Файзурин говорит, что он делает дропы, потому что он не умеет, а-ля, такие, ну, не крути верти, типа, замуты всякие, да, интересные. Не умеет с руками, блядь. Ну вот, да, и поэтому он говорит, что типа, вот, типа, а-ля. У Илюхи эталонное катание, я ему в распринк клипы, который снимал вот этот фронтборд, видел с рукой, ну, такой вообще сладкий, это прям, очень классный клип. Новый трюк хендлифт, ты слышал? Нет. Ты, когда, например, есть грань у тебя вскат идет, и ты опираешься рукой, и рукой подталкиваешь себя, типа, и запрыгиваешь на грань, типа, например, не дропаешься, поднимаешься, а хендлифт, типа, ля. И вот Илюха тоже придумал, вот мы сейчас тоже с Максимом все, типа, угораем над этим, вот. Ну, я посмотрю ваш видос, хочется, подожду. Ну, там нет этого, но вот когда Алексей смонтирует, когда-нибудь уже, вот, будет. Да, хочется просто на Илюху посмотреть, ну, и в целом на пацанов. Илюхи очень жесткий парень. Илюха такой, да. Есть у нас, вот знаешь, в России вот райдеры, на которых вот прям хочется там посмотреть. Русские буржучки, которых в натуре хочется, типа. Я, блядь, этот, Илюхи Рамовой видос тоже так, я же на премьере смотрел, я там занят был, туда-сюда бегал, тоже там толком все не посмотрел. Но я видел там пару трюков, было прям вау. И вот хочется нормально, типа, посмотреть на компе уже. Там в Питере, говорят, жести они натворили. Они еще не выложили видео? Нет. Детский самокат только с того момента выложили. У нас же тоже нам все пишут, когда Outside 2, Outside 2 это название премьера, они думают, это название нашего видео. Все пишут, когда Outside 2, я такой, бля, у нас, во-первых, нет названия видео, покажете еще. Ноунеймин зовем, пох. Вот, и все спрашивают. Я тоже не знаю, когда его кладут. Просто, типа, знаешь, руки не доходят, как будто уже, типа, непонятно. Жгал, говорит, удали его, нахуй. На премьеру они пришли, не посмотрели, типа, все. Блядь. Бля, ладно, вот не очень хочется задавать, но все-таки задам. Вот, как ты думаешь, если бы не травма, что, как бы тебе вообще жизнь была? Если бы, если бы, если бы, не знаю я. Ну, у меня тогда уже достаточно было мотивации, я даже тогда, типа, ну, понимал, что я не брошу, то, что у меня там уже было, типа, вау. Сейчас у меня еще больше стало мотивации, я еще больше стал думать о самокате, я прям им живу, что, типа, пиздец. Возможно, я стану как никогда сильным, когда вернусь, возможно, нет. Возможно, если бы я бы не сломал, сейчас бы был вообще пиздец, типа, ну, знаешь, я бы, может, и как стексит, и как сети в глазах катался жестко, типа, кто знает. На то время я, типа, очень сильно катался, ну, как я, типа, чувствую, как думал. Не знаю. Ну, как минимум, я думаю, ментально и физически чуть получше бы сочувствовал. Я подготовил Блиц для тебя, нужно будет отвечать быстро и отключить голову. Аминов или 5000 рублей? Аминов или 5000 рублей, или цена Амина 5000 рублей? Ну, Аминов или 5000 рублей. Чтобы я выбрал? Да. 5000 рублей. Степа или мама? Мама. МСКБ или Капель? Готкор. Трэпхат или Королев? Королев навсегда, но сейчас я в Трэпхате. Оникс или Траст? Спутник. Маленький хуй или никогда не ломать колено? Что? Маленький. Или никогда не ломать колено? То есть, либо у меня маленький... Ну, то есть, ты никогда не ломаешь колено, и у тебя маленький хуй, либо... А, ну ты не так вопрос задал просто. Давай еще раз. Ну, Костя, просто не маленький хуй и колено сломал. Не, он вопрос задал, маленький хуй или никогда не ломать колено? Да, блядь. То есть, я просто скажу, никогда не ломать колено? Да, блядь. Похуй. Ты скажи, сломаешь колено с нашим большим хуем, это как сейчас есть. Либо не ломать колено с маленьким хуем. Ну, хорошо, и что ты выберешь тогда? Ну, я сломал колено с большим хуем. Полары или скини джинсы? Скини джинсы. Изменить прошлое или узнать будущее? Сделать будущее. Кататься только на тачтиме или никогда не кататься вообще? Кататься только на тачтиме. Горшок или аминов? Горшок. А ты бы что выбрал? Горшок или аминов? Нет, ну вот ты что выбираешь, никогда не кататься или кататься на тачтиме? На тачтиме кататься. Ну, это что-то. Ну, такой вопрос. Нет, тоже с приколом, нормальный. Бля, там из КБЛ-капель тяжело было, конечно, блядь. И вот, нет, траст или Оникс вообще, я такой думаю, блядь. Траст все-таки такой уже давно, вроде, прикольно. Но Оникс сейчас тоже, блядь, интересно. Очень много вопросов было о том, что ты раньше, как ты из Королёва, раньше был Офником и сейчас все поменялось. Ну, не Офником, а типа, ну, что-то подобным. Бодлачом. Как ты это можешь прокомментировать? Ну, прям каким-то Офником, Бодлачом я никогда не был. Один раз я вот на полян уходил с пацанами. Когда это было модно, просто, ну, времена были такие, когда вот было модно вот эти подворотики снизу делать. Лысая голова, ты такой весь идешь, можешь за себя ответить, поставить. Когда это было мейнстримно, да, это было. Ну, когда фильм около футбола выходил, вот это все времена, тогда, наверное, это и было. Ну, знаешь, меня и так чуть-чуть зацепило, но, слава богу, не сильно, я от этого отошел. Характер у меня в детстве был такой стрёмный достаточно. Я много хуйни творил, пацанов на детали обманывал иногда. Ну, блин, хотелось кататься, не было денег, понимаешь. То есть у меня были на районе чуваки, которые ко мне подходили и говорили, а у тебя что, спонсорство рынок? Или из разряда, почему ты пьешь, типа, воду из Атака за 12 рублей, а не Кока-Кола там за 40? Я говорю, чертки, ну вот так-то, типа, нет денег, да, ну. Хотел новые колеса, пошел, допустим, вот Артем Кравченко есть, вот, например, этот парковый парень, я такой подходил, говорю, Тём, у тебя грипсы новые, Один, они тебе не подходят? Погнали ко мне, у меня есть крутые. Мы ехали к подъезду, я просто доставал какие-то старые, там, рваные грипсы, говорил, вот эти тебе подойдут. Он маленький, он видит, что я там браи делал, он такой, ну, наверное, так надо, да. Мы просто, я забирал нормальный грипс, так катался. Ну, слава богу, вот я от этого отошел как-то сейчас, вот знаешь. Если в детстве такое творил, сейчас наоборот пытаюсь всё отдать, всё дать, всем помочь. Как-то вот так. В этом плане, да, ты тут... Ну, вырос. Главное, что человек, я считаю, что человек должен расти, должен всё это понимать и учиться на своих ошибках. А шрам под носом с тех времен? Это на БМХ я упал, да. Ну, я думаю, вот... Ко мне постоянно подходят на тасовках, говорят, чувак, а есть, типа, вот это вся ерунда. Я говорю, в смысле? Они говорят, ну, ты такой весь на активе. Я говорю, ну, блин, я пивка выпил. Мне просто хватает пивка выпить, я такой весь на энергии. Они говорят, ну, у тебя же под носом это, я говорю. Это шрам. Они говорят, да это же типа что-то осталось. Я такой, нет, шрам. Интересный вопрос вот лично для меня. Что у тебя с армией? Я военник. У меня есть военник. У меня есть военник, да. У меня есть военник. Я... Да, у меня есть военник. Нужно говорить, где я его взял? Ну, хотелось бы. купил кстати за очень хорошие деньги сейчас и таких день за такие деньги уже ничего не делается по здоровью как-то или ну просто бабу не просто забашлял бабу купил еще давно в королеве в году не помню как сразу да я на то время такое думал блин у меня там девушка катания сейчас уходить на год типа чтобы меня там девчонка ждала там вот это все чтобы не катался у меня сейчас колено слава богу не знаю если сейчас какие-то войнушки начнут заберут ли меня с коленом я же не бегать по сути ничего не могу какой-то я просто же я получил военник по здоровью получил колено у меня тоже был с коленом можно военник получить у меня разрыв крестов и двух менисков и это все это ограничение у меня у меня короче нестабильно жестко было и мне сказали все минус она то что операцию сделал это вот я после того как я получил я не делал операцию поэтому сейчас вот люди начнут прыгать с крыш колени сорвать в армию не идти это моя комната я живу пройдемся что у вас тут лежит правильно сделать телек у меня новый full hd там пишите в комментариях что думаете вот мое место рабочие камеры компьютер покажешь как пользуются вообще сейчас кликбэт моделлся блять страшно на самом деле чего там есть еще да такие штуки у меня есть ухты нет меня гошу подарил фотографа одно время самим тусовался конечно и кости киктенко но тоже неплохо да вот да я на самом деле тут много времени привожу не провожу знаешь ли типа пришел помонтировал лег спать тут обычно много грязней все тут в моей комнате очень чисто попала не знаю поможет нет протеинчик не всегда успеваю нормально покушать а тут чисто белочка зафигачил надеюсь из этого нога чуть побольше вырастет это документы смотри у меня тут есть эти после операции у тебя была такая вылеска конечно у меня куча таких а где фотография это загранник а нет это сейчас рассмотреть у молодой что-то изменилось про камеры расскажешь ну давай что время камеры это старенькая у меня алексей 2 модели называй это что у нас это полу кассетная полу это вот это новая да пидвашку взялся на такие камеры снимаю шарик смотри интересный видел что-то гольф какой-то поленый ладно я пля чашкурки у меня тут мы лежат такие вот давайте че вообще че сделал шкурки наконец-то уже прошло чем миллион лет там еще какие-то тут всем это я взял этот понял чтобы за рекламу давать нам на всякие мероприятия вот корпус курки появились ура хорошие кольца ну сейчас еще попозже на разделу сейчас эти потихоньку продаются делаем еще пойдем до степана доебемся пойдем стёп стёпа стёп ну расскажи вообще чё рассказать вообще я хорошо видеоигру играю вы мне мешаете твой инстаграм там же будет да да ну скажи грис не закончится грамм ури оригинальный кстати ури рари в чем не хранится дону на анпа анпайкинг чьица сумки что в лавитоне хранится даже данки янг так не может мы типа все время вечером садимся начну когда уже заебались от всего чисто посидеть в карты бы раскидать знаешь попиздеть там сколько у кого случилось кто тут живет еще раз пять человек я стёпа рираре руба буба и фидян вот мы с детства кент хрени да нормально знаешь ну там там же у феди еще большая комната просто не будем показывать но там огромная комната вот там живет фидян в своей комнате я вот в этой и тут вот женёк стёпа на втором их буба и за сколько вы снимаете все вместе было 60 60 на вопрос скидом по 15 тысяч типа знаешь типа в моменте надо друга заебываемся знаешь иногда то есть бытовуха боя там кто-то блять что-то не помыл кто-то что-то там не докупил пятое-десятое но в целом знаешь нормально летом прикольно вместе катами значит ты ушка рядом поехали покатались если с королем сравнить там когда вообще типа по часу туда-сюда тут покатался блять приехал 15 минут думать нужно в центр ты сел на трамвай метро там 15 минут дома охуенно а сколько времени вы так все вместе живете год уже ровно вообще очень классно что нравится или хочется уже одному пожить в своей квартире ну трэп нужен типа чтобы из него выйти понял но мы пока еще не доросли чтобы из него выходить он доиграл counter-strike все по блять чё в хуйню страдаете где этот как вырубить компьютер блять на кнопку я сейчас выключу тебя интервью брать пришли ну попиздите 50 тысяч рублей деньги есть у вас деньги есть у вас давай ладно что в холодильник нельзя смотреть ну пожалуйста ну пожалуйста нельзя почему на мскб battle позвали только мскбшников и никого больше ты не на не пришел меня не звали мы тебя звали ты не пришел меня не звали до звали просто смотреть не пришел но вызвали просто посмотреть мне кажется дело пахнет говном ты не пришел я бы хотел поучаствовать ну все следующий battle за у нас следующий battle за следующий зимой финал сразу сразу на вот здесь стояла гигантская кровать вот так и вот это вот и место вообще не хватало и только из-за этого бубу в угол а если вот такую царскую мужу сделал приходить можно и там сидеть короче ну классно просто просто хотел у него место считаю снизу освободилось чаще попозже тут все красиво сделать компьютер все сюда купят и буду в кс го рубиться уйду из самоката стану профессиональным киберспортсмен а это твой это мы разыграем до нас жило 8 узбеков у них в центре квартиры стоял огромный как чан короче где-нибудь барань на всю хуйню эту варят казан блять а казан да стоял тип тут жил 8 или сколько узбек вот мы немножко переходим пытаемся догнать их уровень самих мы разобраны вот смотри часть я же горшку давал недавно самокат целый но он же ушел из год корпа о чем мы потом поговорим и вот слава богу вернул мне интересно про татуировки твои послушать поэтому раздевайся я же не могу вставать ну как как-нибудь что показывай рассказывай как в камере будет видно ты ноги мы давай первая моя татуировку такая про тачок в 14 лет наколол тут орел свечкой сам рисовал короче такая нейтральная была чисто первооткрывательная потом была вторая вот такая это сам себе тут облака короче ну там не знаю видно но не видно будет ну пофиг да это сам себе бил потом на ноге тут у меня крестик что-то еще потом короче без ранее до сердечко у меня вот тут такое есть тут insane написано психопат американский тут год корп у меня на плече плечом год рождения псих на стуле вот они да ну в ссоре не буду показывать и вот есть такая короче татуировка самое главное чё блин а ты не увидишь а она вот тут вот the fuck вообще чувак я не знал про это это самое это короче мне было лет наверное 1617 мы тусовались diffusion боем при этом кстати диманчик брат я с тобой ты всегда знаешь вообще люблю тебя вот тусовались королевская вот эта хата в писочка там все выпили пивка ничего-то кто-то притащил эту машинку я такой сижу говорю давайте бить татуировки а тогда вот эти были как раз времена типа футбольчика вот эти над коленками татухи там невиновных нет это все игру блять давай тоже что-нибудь напишем это же модно круто и он такую давай я грунт только типа ты бьешь мне и тебе вообще там был тату мастер все это граница я тикалью тебе он такой все и в итоге он такой говорит ну давай мне вот тут love hate по моему я ему набила и когда пришло время бить я такой сижу я уж под синий такой и думаю бляшу я хочу как будто не значит мы сидим сидим уже час-два и я уже не могу короче решиться мужа там все напились и мне кто-то говорит да ты и кто-то просто такой и меня накололи татуировку тип пиздец да мама пришла ты кабелька долбоеб я такой блять следующая татуировка как раз таки я можно было свести уже сто раз у меня были варики на что-то я знаешь как ты типа такой есть и есть и потому что жалеешь фатуировки не дает им почти видно это как прикол больше знаешь такой вот раз сто лет кому-то показать угарнуть вот ну рано или поздно верно сведу и пока время еще не пришло ну а новую чень хочет убить хочется но и что то вот не хочется какую-то хуйню хочется знаешь уже отчет типа более смысле нами вот какой люфтин corner да и люфта просто вошел вот в это знаешь в угар я в моменте тоже вошел в угар типа весь наколол степот такой вот то что на эту руку и мне очень нравится мне вот это вообще типа вот эту ли за типа давно еще колола и вот это вот это перед чемпионатом мира я короче такой гри я хочу на чемпионат мира поехать с новой татуировка у меня там завтра самолет она просто хэндполком не сидел там всю ночь но это еще она не разукрашенная была просто контуром колола блять часов 6 она еще не умела делать вот и вот это тоже на мне сердечко хэндполком наколола типа я тогда горелый я такой все хочу весь потом моменте остановился слава богу вот илюха сейчас тоже видишь загорелся так можно и не остановиться будет весь черный ходить когда крут наоборот он говорил помог хотел полностью руку в черный уже потому что мы там чуть не нравится ли что такое очень хочется с тобой поговорить вообще про спонсорство в целом я знаю что ты катался за кучу брендов и шиша мне что-то подговорил что-то меня тут короче и чего вообще все началось какой твой был первый спонсор волосите дальше продолжу волосите о нифига с ней проект игры волосить скутерс волосить короче да попал волосите очень маленьком возрасте это мне был нам лет 13-14 но уже там года два-три катался и тогда было модно знаешь снимать вот эти видосики выкладывать их выкатик какой-то скутер фолл и форум просто писать кость сказал спонсорами не на youtube не просто делаешь видео никому не отправляешь просто заливаешь его в этот скутер форум так даже эта аудитория маленькая была вообще в целом людей мало каталась там не знаю сколько по цифрам ну вообще ерунда и там плюс-минус все посмотрят все вот эти дядьки взрослые там с этих магазинов посмотрите сами те напишут так модно было так выложил попал волосите катался наверно лет пять за них прикольные времена были да вот но чувствовал в моменте что знаешь не хватает какой-то вот тусовки какого-то вот знаешь более такого масштабного типа масштабных движений ну вот и по моему хотел потом скутер unity попасть в моменте потому что если я не рассматривал это было как-то слишком но в моменте это было слишком а я напиздел короче я до волосите хотел попасть в скутер unity пиздец очень сильно и они чет мне не отвечали а когда я взял меня взяли волосите мне там через неделю пишет дина типа чувак могут тебя хотели взять который unity но ты уже в носите откуда пиздец а уже после волосите после этих 5 лет прикольных которые кстати были хорошая команда была на то время вот понял что что-то нужно менять что-то нужно круче больше выше и как раз вот kickscatter shop а как-то попал ой я по моему типа ты сразу ушел и те или те когда ты еще катался ты положили ксс нет я еще когда за волосите я с парковых времен следил за шопиком тогда вообще шоп для меня очень круто было смотрел все эти видосы спутник там вот ксс все эти футболки с ннх коллабы тогда просто ну я был ребенком и для меня это было вот как сейчас на пете бондаре смотрит я также тогда смотрел вот на ксс на все это и думал вау типа круто потом подрос такой думал надо ли она мне или нет но для себя его только ксс тогда видел потому что я как-то раз приехал не помню зачем увидел что тут пацаны просто на ведь ну типа скейт-парк закрыт но они остаются на вечернюю аренду чисто для команды тут просто 20 чем-то человек катается у них тут типа тусорку прям вот это прямо движняк и откуда надо ксс попасть вот и потом договорился приехал так также пацаны катались такого круто меня взяли и говорят пойдем снимем тип видос тебе я пацанами вот пошел в такой чисто движухи там все катались лёвый застритер были нет еще влад по моему был славнов на то время что-то покатывался влад славнов мажер тогда еще был вот эти все у меня вот пел первый видос на ю-тубе волком ксс классный кстати видос нравится за 40 минут с тем мы сняли вот этот вечер его снял вот это был мой такой первый прям более-менее серьезный типа ну и по сей день он у меня остается вообще большое спасибо kickscorder shop вы серьезными очень сильно помогли в моем пути нелегком короче попадая в ксс все классно все здорово команда тогда конечно чуть подыра сформировалась все-таки времена прошли кого-то там убрали кто-то сам ушел там петька бондарь наш любимый вот и как-то все так началось то что я чуть-чуть вначале подбодрился всем этим думаю блин круто есть крутые возможности там помню с бэга сиком знаешь кто это вот с ним в трип гонял первые мои трипы были я вот их никогда не забуду вообще шикарно было мы там я один фазов бэга сик вообще висели тусили с фазовом забирались помню в этом сочинском трипе на чью-то территорию просто там в бассейн и фронт флипа на сами как делали вот интересно просто мне шиша рассказывала ты начал за urban art кататься когда уже в ксс до был а кстати да спасибо что ты мне напомнил вот по поводу urban art и я начал кататься за urban art до ксс но этот urban art как раз сподвиг меня знаешь вот то что нужно что-то меня что-то серьезно я катался за волосите снимал кит локальные клипчики на фан боксе там вообще полумертвым и меня urban art заметили мне написали мы сняли видос там волосите еще тогда им тоже понравилось и они сказали вот ты можешь там за нас кататься про модели вот это все я такой ого нужно чего-то типа тоже менять раз вот я могу походу попасть на зарубежное спонсорство но urban art потом распался не узла ты что тоже другое говорил что ты захотел больших бабок сказал это им я несколько лет типа бля сорян и поэтому тебя не но не то что выгнали типа ты поэтому шоу труба на рту не эту модель вот на это упор там помнят в конфайк старая я просто уж я не помню короче не вот то что ты за вам кушал я оттуда но не выгнали точно я не помню почему я ушел он мертвый уже был там вообще ничего не было мне вот один раз отправили они доску что-то еще но там по-моему уже все типа он уже нет особо не вот сейчас выкупили триат или что-то такое не знаю точно но он тогда мертвый был мне что-то предложили по-моему другое а я тогда вот как раз катался за за urban art за комету катался в районе месяца мне как раз выдали самый первый руль этот комета золотой пар модель тоже хотели сделать и потом я попадаю в ксс и понимаю что кататься за комета уже не прикольно раз есть путь нахуя мне комета есть спутник зачем не паленые найки если могу купить оригинально вот можете меня хуй совесть на это лично мое мнение и короче да также с urban art там было вот я ушел за urban art и по моему потому что мне написали о скутер ну как-то там был вариант кататься за дистрибьютором можно кататься за дистрибьюторство от меня туда как тихнули а потом не уж сам двигался вот как болото попал именно поподробнее хочется узнать для ребят например которые тоже стремятся не знаю к этому или просто хотят когда-то за рубежный бренд плюс-минус зачем сейчас стремится что-то это если можно просто доску тащим купить короче просто хотелось бы узнать реально повесали написали кик скутер шопа если память не не врет то что вот нужны два райдера там рассматривали по-моему диму фазолова и вот тритер одного я сказал о круто да я хочу взялся там сачем доски на то время классные были окей был готов кататься диман по моему вообще фиг забил так и не стал там ничего двигаться я снял видос такой средний я не помню куда он вышел по-моему на ксс он вышел вот это где с ялт прыгаю да вот снял этот видос они сказали да прикольно да здорово но вот пока нужно еще поднажать выложили его в шоп они там что-то репостнули что-то объявили что он на там флоу райдер ла-ла-ла-ла-бла и дальше я вот понял что нужно менять съемочку менять трюки купился уже камеры свою первую более-менее такого никак она называется вот это панасоник костяна вот это который на флешку пишет панасы и чем си hms 154 купил свое первое спасибо костяна да и начал снимать профайлы запрягать там всех своих друзей ставить их вот так с камерой и делать трюки вот и после этого уже у меня появилось моё первое вот это серьезное большое видео которое все вы наверное видели скорее всего кто не видел можете посмотреть кость козлов 2020 по моему на у скутерсе вот и я скидываю это видео им они такие вау вау типа его выкладывают там набирает какое-то бешеное количество просмотров мы по-моему только когда его выложили этот премьеры знаешь там идет этот обратный отсчет 1 1 вот прямой эфир по моему и там вот за один прямой эфир по мутам тысячи типа три-четыре но на то время это по моему вообще типа даже сейчас помню так я помню когда только вышла там посмотрел вот как-то я вот я смотрел да и я смотрю там по моему две с чем-то лета ну то есть там очень много людей посмотрела я такой ого она начала скакать я не понимаю то что ну по ходу работает это все то что круто все получается и пишет мне нужно снимать про модель вот и отправляюсь в крым снимать следующее видео для про модель на доске и там получаю травму по про модель доски вот хочется принести я кстати снял это про модель на видео с горем пополам там сразу с этими сорваными крестами она есть да ну ну я сначала хотел сольное видео снять но потом я понял то что ну крест у меня рваный буду снимать все что получится и в моменте меня просто окосенило блин ну а почему бы нет да не сделать тусовочное классное видео показать вот своих друзей показать вот как мы там грубо говоря двигаемся ну какой то вот такая концепция была да и мы так это все обыграли ну вообще получилось очень даже классно у меня там не знаю типа 45 трюков там но не так много и у пацанов по одному трюку и вышло очень даже классно рассказывай вот сделали мне такую досочку про модельную это вот моя мечта сбылась ну чувак ты первый и пока что единственный райдер из россии у кого есть про модель на досках зарубежного бренда типа это прям вау такая вот но делалось на самом деле под меня вот прочность чтобы не ломалась сейчас конечно мне кажется уже другую бы себе сделал такую более плазерскую но тогда вот нет чисто такая подходила чтобы это чисто доска вот чтобы прыгать крыш жестко кататься и не ломать и про рисунок маму меня ален зовут лена ален не знаю как правильно елена я зовут я думаю это аленушка это типа близко вот но и просто блин не зовут лена бабушку все время такая алена алену и такой блин почему нет еще год влепили много на самом деле вариантов было мне крутые тату мастера рисовали там было два варианта там где вообще ну как я не я и не помню точно сидит такой чувак белобрысый в кожанке на троне таком типа жестком там рядом две девчонки типовую в нижнем белье сатанистки такие там какой-то от вообще жесть это все круто нарисовано начата мы там так и не доделали это я откуда мы да блин пошло все в задницу типа просто вот накидал вот это все год добавил так получилось классно единственное ребра вот эти хром вы не хотел она должна была быть чуть другая по ходу они все решили за меня 0 или китайцы просто проебались непонятно первая 70 в мире кстати была на тот момент хотя много еще брендов выпускали семерки но а кстати как будто бы да как будто бы да там по моему если я не ошибаюсь норд или кто-то выпустили типа в онлайн первей но они афишировали но у них их продажи не было типа то есть они такие заранее типа а у меня она еще там за как была готова у меня же 1 приехала в рашку я помню она не помню в каком году но мне короче прислали она у меня дома лежала и только там через год они появились типа или через полтора даже продажи а кого-то когда те говорили что тебя скатывая будет там в размерах 70 вот как ты думал типа нужно это или не нужно я не просил семерку но не сказали вот надо это будет типа хайпом новый размер вот самое просто забавно что в двадцатом году когда ты предложили вот это вот сейчас семерку уже звучит нормально нормально так далее типа ты тогда катался на 60 такой блин у кого-то реально больше не нужно типа не или не катался я катался не на 6 625 и пробовал 6 и 5 но я тогда попробовал 65 такой как на этом кататься вот ногу порвал как раз на 6 и 5 но семерка для меня было что-то дикое типа сейчас вполне хорошо да вот как думаешь если в будущее будут ли деки еще шире я думаю по приколу 725 я думаю кто то сделать на 7 и 5 уже как бы будет ли это так же как сейчас с семерками что типа это нормально думаю чисто уже знаешь вот по каким-то вот но нормам это уже будет перебор это уже будет какая-то жесть но ты же видел кто-то приваривает себе ну возможно есть же типа восьмерки девятки но это выглядит уже типа не прикольно то есть это уже но если допустим семерки попробовали до казалось дико ну понравилось выглядит нормально а на восьмерках на девятках уже пробовали типы на самопальных кататься это выглядит ужасно у кенни же было бы лучше что такое но это выглядит вообще убого то есть может какие-нибудь фрики будут кататься на типа я думаю нет это уже все тем в каком году про модель моего 22 21 21 21 в двадцать первом году она вышла мы ее делали там еще там в двадцатом или в начале 20 ну типа очень давно если в начале 20 дал окей ну сейчас уже какой двадцать четвертый год но извини времена другие все-таки я бы мне вот жжу нравится доска вообще для меня прям вот стёпа на ней катается там не знаю многие недооценивают но я там они просто не нравится как выглядит дизайном да ну вот я тоже начале сомневался не значит моря как подать типа как вот это все как самик собрать его мне вот нравилось как смотрится как я не выгляжу цвет может как-то поменять там не знаю что то еще но они были до этого сделал морис на там чуть другим стаканом они ломались вот эти сделали чуть укрепили стёпа на не откатался год ты видел сегодня я первую часть его профайла я тебе показал ну вот он год так а там из это только типа начала там он год так прыгал и она не сломался на просто потрескалась я считаю типа и в прикол что она ну не такая тяжелая какая-то она типа полегче поудобнее но намного легче она такая между плазерской и стритерской да не сказать что супер легкой но не сказать что тяжелая нужно я и когда взял все клепал с учетом что на 6 5 размер есть а 23 там это все я бы сделал такую семерку сено или допустим там 6 и 8 но вообще скорее всего уже когда я буду кататься может я уже и не вам буду посмотрим опа что интересно как так получается почему так думаешь ну потому что я смотрел вот интервью недавно андре нафеева он говорит я гонялся за мечтой знаешь вот это тисай и траст было есть был вариант здесь типа траст за деньги либо там мечта вот тисай но без денег в итоге ну к чему это его привело нет конечно все бывает это наши обстоятельства но я почему-то знаешь вот сейчас на это все смотрю и как будто сдан ну стоя ситуации которые сейчас у нас происходит и с вот этими всеми брендами как будто знаешь прикольно даже кататься за что-то русского во-первых ну ты в россии все близко деньги платить проще аудитория проще типа тут народу более чем хватает чтобы это все покупалось и тебе в это что-то капало это во-первых во вторых как будто ну знаешь русский бренд тоже типа классно поддерживать если в детстве вот было было вот эта мечта знаешь попасть туда а сейчас мечтать типа как будто уже сделать русский бренд чтобы он был круче американского для какого-то еще ну вот у максима тут такой я никакой там не этот не вэтник не знаете как называет но просто вот хочется чтобы чуваки кин буржуэтики сельдки у так ничего там досочка нифига там пацаны вот хочется так я блин я всю жизнь на о катаюсь я на тилте даже ни разу не катался я раньше такой думал блин да сейчас если от сил возьму она во первых сломается во вторых трюки легко будет делаться сразу три хила флэтом брай вот это все я же когда вот это все умел все эти блин плак трюки которые сейчас модно там максим графский вот эти все ходили такие блин тут тру стрит это 2 и по флэте думаю ну для максим максим хуни не скажет крыш прыгать скользить вот эти свои трех и вид на бар дабл бар и не буду делать я там эти я это все умел еще тысячи лет назад на думал нафиг от надо он дождь потяжелее ну короче да такие пироги вот я не знаю ну не катался никогда на тилтах и в целом для меня это казалось всегда какой-то чит-код то что вы получил для пацанов которые послабее могу по поводу поле оригинала добавить если до меня доебаться кто-то захочет то что типа пальни пальтом покупать паленые найки или оригинальные ну типа знаешь выходит руль спутник а потом выходит руль комета ну знаешь тоже можно доебаться да вот этого название типа ну блять рассвет и закат блять тоже да есть блять скейт-бренд допустим рассвет или к что этому шмоткину скейна а потом выходит скейт-бренд блять закат что это не спиздили допустим ну у меня вот вся хуйня у меня вот такая ассоциация в свое время была типу комета и спутник когда много теперь не помню но может тоже год двадцатый типа не все все тоже сошлись типа кто там чего лучше это или это типа ну чувак это вот чисто для любителей обосрать в комментариях меня если вот такие появятся насчет от этой кометы это вот им свое мнение чисто раскидал а если один этим напишите по блять черный пиздец ты ганду дина блять ты видел мою весовую категорию там придется звать помощь друга он с андреем афеевым у них одна весовая андрюха еще за меня там это маза выдержишь по-братски эти со ничего не говорят если нормально смотри такой прикол у нас все интервью с тобой прикол правда я так и хотел чем мы прикалываемся я могу там эту историю снять потом извинения интересный вопрос не знаю не хочу обсуждать почему-то закрытом помещении вот сколько же ты зарабатываешь потому что в данный момент такой вопрос да не очень возможно корректный у меня тебе встречный задам потом можно такой же тип давай сначала я отвечу потом ты но у меня нет никогда не было стабильных цифр и я могу сегодня жить на на сейчас я скажу скотно сколько сегодня живу сейчас мы зайдем в мои тинькофф банк и антон увидите сколько у меня сейчас денег бля у меня сейчас на карте сто шестьдесят рублей так сколько зарабатываешь я говорю у меня нет стабильного заработка я могу сегодня жить на 5000 на следующем месте мне может быть 150 всегда по-разному ну когда зао катался когда лучшие времена были блин тысяч наверное по 100 с чем-то у меня в месяц было это я просто значит привык больше как на проекты двигаться то есть я там там на фармил там на фармил там это мне там 150 200 на карте есть все мне с кайфом бывает вообще типа нет денег так стабильного заработка нет ну вот например про модель доски твоя вышла и пол ляма где-то забрал за все время у меня смотри там просто как она работает тебе дает определенный типу процент с доски у нас был просто сколько-то баксов доски заказали типа допустим в америку 200 в европу 200 там в китай там 20 и в россии 500 мне единоразовое это все выплачивает раз разом разом я еще даже деки не продались их уже выполнили это там заранее все это покупается ну дистрибьютор заранее на предоплате покупает вот мне вот эти цифры фигачиваются и пока следующий раз не закажут вот у меня после вот этого одноразовые фигни потом еще в америку мы там купили 200 доска в америке или в европе не пойму еще 200 заказали мне еще прилетала бабки вот и за инстаклипы там за что ну короче вот у меня там с инстаклип ты что с чем-то лежал там за видосы и тип из доски где там 500 600 может получил в моменте вот но неплохо ну на тот момент классный был да но если бы знаешь если бы ногу не сломал дальше катался наверно еще лучше было бы но пока так короче бабками жестко не хасли особо но мне почему так ты рассказывали что ты спокойно мог бы это делать потому что у тебя носу не то что нет желания может я не знаю какая ситуация смотря что ну знаешь работать самокат школе тип мне не хочется мне хочется ну типа видос снимать что-то продюсировать там еще где-то как вот сейчас у меня новая работа появилась не буду говорить что как где скоро будет ваша класс мне на бабки эти сейчас ночью похуй ну покажет мне главное чтобы мне пока чтобы я мог себя покушать купить там какие-то шмоточки типа ну там девчонку в кино сводить там это пятое-десятое все мне много для счастья надо ну на дальнейшее планирую конечно расхасляться потихоньку данки янгша объяснить как биткойн там все это работает я просто старый в этой теме но это нормальная темка да думаешь мне кажется биткойн уже все нет с нами все вы будете все будет но ты хочешь вообще расхасляться то я нормально думал все забыл я уйдешь от вопроса сколько ты зарабатываешь здесь стабильный заработок какой-то стабильный но не соблюдите же работаешь нет я не работаю не снимаешь для них ролики чё бесплатно но я ж не в не в цедеме сижу за косой типа я просто снимаю видно то есть у тебя также даст тут то столько пролетит но тебе но в среднем сколько за месяц зарабатываешь ну да неважно то есть неважно давай я ответил ты тоже отвечай ну может сорова выходит типа я не знаю 50 вот но это просто типа я снимаю живешь с родителями но я с мамой доживу вот мама купила квартиру мне и вот сейчас вот уже такой хасом и буду жить у меня кикмит это типа не основное то чем я занимаюсь это так типа просто и мне в кайф типа это получается такой момент сын больше типа ночью полиции я вот и мажорте квартиру купили блять хочешь сказать скажу втором квартиру поэтому да я на мари на таком браке или 5-5 был назад вообще пиздец у меня мама просто поднялась хорошо вот и налогу не прошу маму деньги вот реально клянусь я не прошу маму деньги в два года уже я живу сам типа да типа живу еще что еще с мамой но мне 21 все эти а данки янг я тоже с мамой живет он типа мне нового данки мажор да нет блять мы с ним столько бабок в крипте проебались что просто пиздец откуда он взял не знаю откуда он взял не знаю ну типа реально типа ну я наверно как вообще относишься к мажорам таким хаслманом которым родители дают бабки нарековаться они этим всем пользуются его ебутся что думаешь блин ну я не знаю даже просто есть разный тип мажора так скажем вот у меня брат тоже типа не не брак далее тренировал твоего брата кстати маленького да круто но ты знаешь что там да он катается я не знаю чё как у них там по вот этим ну и хасл этим просто я знаю что прикольный пацан вот недавно по мне заезжал там джинсы подарил там футболок много и но типа вот его я просто воспитание хорошее правильно ты с ним общаешься очень хорошо конечно про тебя рассказывал просто есть тоже молодин как его зовут а петя и у него брат вот этот андреев просто крю знаешь из просто коза овощи макаром макаров да да я только недавно узнал что не братья они вообще особо как будто мне петь игре там мы не общаемся ничего не это вот такое хотелось бы все-таки если есть малой тип чтобы ты вот такой подкрыла не круто он просто ну прикинь он вырастет еще кататься вместе будете джи вообще это самый чистый хайф мы с моим не это круто да ну просто у него жизнь типа очень забита всем его родители там у него и гитары и китайские еще что-то там короче куча реально всего и да я в принципе такой же был просто на районе видал столько примеров вот начну с пацаны старше на великах катались малые у них на скейтах на счет чем-то и вот старший все время говорил блять и бись мало иди там воды попеют это вот все знаешь сидят дохни ну то есть и малые но не блин ну нахуй не буду наверно кататься не буду сюда приходить на этот старший не так я наоборот я и и деку своему подарил onyx типа и детали вообще все которые могут типу свои своими от самому как было про по жизни вообще вот что думаешь на будущее всегда самокатом быть связано этого нет не я узнаешь видел много примеров типа влада самокачка этих всех пацанов который знаешь вроде бы как дима гордей шли вот куда-то аля там набрали допустим подписоты на самокатерах а потом просто перешли на аудиторию тип машины вот это все бизнес но у меня есть это в голове но я как будто бы не знаю потому что самокаты реально кайф это моё хобби которым я хочу заниматься мне интересно вся эта движуха мне интересно снимать тоже интервью с тобой и с другими ребятами тоже я хочу в этом развиваться и ну посмотрим как конечно пойдет но в голове тоже такое что там оля постепенно переходить от самоката к разносторонней аудитории у тебя сейчас аудитория как думаешь более умные чем влад самокатчик самокатчик уже прям вообще типа у него в обиду для чувак я захожу в telegram пиздюши типа там кто-то и кружки записывают меня тоже пиздюков но у тебя больше 13 14 наверное вот такая да уже ну я думаю да плюс-минус короче она правда разносторонняя аудитория те же аудитория как думаешь платеж способные то я вроде не сосусь не венгенов интересного но отчасти но я думал с 3 вот мы снимаем сейчас более так скажем взрослые проекты по типу московые батл там интервью те же в основном дети это не смотрят вот и на том же батле типа там 20 тысяч просмотров это я думаю вряд ли про много детей это посмотрела в основном такие взрослые типа и ну не коровы там ну типа ребята короче такие взрослых тоже знаешь хотел бы чтобы хотел думал вообще что-то над этим но все-таки решил что самокат моя жизнь вот и пока я могу кататься пока когда нужно побольше снимать вот таких роликов посерьезнее мне вот никита русаков на самом деле моменте влоги некоторые нравились давали типа такие прям вещи говорил чаще так этот в плане бабок ты не интервью вот смотри ну типа хочешь перейти потом от сама катерских интервью каким-то еще вот можно было бы круто сделать там не знаю может быть миксу уйти а лявых с каким-то чем-то ну сквозь андреев например предложить у дима гордей взять мудрил на топе на прошлое не даст жестко не знаю но у них не писал вот и ночью камеру если его задрочить типа дим дима гордей там или как вызвать давайте вот возьмем интервью миллион миллион можете по спамить ему в комментариях но не знаю как будто бы вряд ли но было бы очень развиваться вот в эту конечную дальше но я вроде как у нас растет как видишь мы пришли сюда круто у нас китай же ездить до интервью взять чувак ты вообще-то рассказывал это короче я я думаю ладно похуй это спойлерю короче я хотел вывести битки и просто взять два билета мне и кости дорого достать 60 тысяч один в одну и там в одну сторону просто в одну сторону и типа потратить кучу бабок и приехать в китай в гуанчжоу и взять интервью лёша птички это моя мечта ну просто пиздец потому что я с лёшей очень давно знаком еще с минска типы ну мы лет пять реально знакомы и это было бы так интересно даже для меня что я не знаю а силе ли я такое сам угар знаешь то что это очень безвозмездная хуйня то есть эти деньги уйдут в чистый кайф это никак мне кажется не окупится и даже может не все выкопят вот этот прикол но самое главное что типа вот этим да как будто бы ты этим дышишь тебе смотри вот меня 100 тысяч подписчиков в основном рекламодатели ищут такие каналы от 100 тысяч подписчиков поэтому возможно когда у меня сейчас уже когда выйдет это интервью я думаю я уже 100 тысяч подписчиков я сел с тобой свяжется и помогут тебе мне кажется охуенная интеграция была ну короче что рекламодатели реально будет намного чаще ко мне обращаться но сейчас типа в основном это ставки либо какой-то скам типа мне каждую неделю пишут на почту всякие не буду говорить название но куча казино куча там есть вариант по-моему аля как у пети бондарев мне кто-то говорил что он подписал подписанных подписал контракт с какой-то конторе который знаешь и то есть у них есть персонажи у того кого там столько-то подписчиков так далее им просто знаешь закидывают готовые варианты типа допустим ты самокатер там электросамик пиаришь в эту хуйню тебе это неинтересно да электросамокат пиарить да у меня есть были рекламы мы с артем рекламу сделали и типа ну нормально но бабки особо там не платят и мне дали десять тысяч электросамик который продал там за 30 например на авито ну типа там это аудитория мне кажется уже тоже зависит ну вот да и но в основном реально мне предлагают ставки я принципе отказываюсь потому что мне неинтересно это если бы я хотел заработать я бы рекламировал бы ставки но так как я впаривать до пизду я просто я видел у самокатчика рекламу ставок типа вот это все было у него не помню года два назад вот и возможно поэтому скатился вот я знаю что рекламодатели когда видят рекламу ставок сразу такие няне ты нам не подходящего как относится к ладу самокатчик побифились мы в том году жестко пизды бы ему дал там нахуй он нужен чего на бою вызвать не хочешь на самоскоба клетка будет вызову но если вот не заебаться в конь промоушен закинуться пошел базар 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 готов подготавливать вместе два три с твоей ногой вообще на все четыре там базар влад самокатчик я выйду с тобой чё слабо выскочить с ним один на один ладосик вас весовая ты чуть побольше на этом похуй я подготовлюсь нормально мне кажется он засытый вот это начнется кентов подправлять к у них у нее страдать это значит еще вам еще посрались короче мне дали обычно самокат какой-то комплект за рекламу заплатили 10 тысяч это было в том году летом еще короче пришло говно я открываю коробку ну реально хуй то вот и я говорю типа бля можно я разъебу просто самокат именно крашта сделаем да да похуй делай типа вот мы сделали обзор максим берет самокат я думаю просто вот именно собрали мы в центре в москве и короче максим собирает самокат просто делает вид нахуй него гнется руль в штоке сразу же со второго трюка тима и они говорили что типа бля ну там руль хуйня получился типа нот как нам там с ними типа я такой ну ладно тебе думаю не настолько жестко и рубля это все пиздец типом я не буду это нормально рекламировать реклами рекламируйте вот и мы разъебали жестко самокат серёжа его накидал у него доска блять именно просто вот если доска она вот такая бля стала как в детстве типы блять куда брали и мы короче разъебали это жесткий видеоблог получился он все еще есть на канале вот и мне потом влад самокатчик пишет типа бля братан удаляй нахуй видео типа это мои друзья типом те пизды для чем мы дадим все удаляем винах видос игру лол нет иди нахуй типа короче влад самокатчик много говна творил мне не нравится что он делает типа пусть снимает дальше но вызывайте на бой в мскб клетка скоро будет следующий зимой я думаю сделаем поэтому натуре быть мскб клетка добротан будет перчатка на голых кулаках а это же вообще там по организации есть какие-то вопросы или это можно делать да мне знаю думаю в угар пока говорим пока ничего ничего не думаю просто типа но в мыслях было бы круто зелено сделать вот он андрей нафе в этом скинь поставить по весовым до разбить я поучаствовал классно тем вот чё все короче влад самокатчик не выебуйся а то у тебя будут проблемы но не от меня от него я вообще не при делах это все он антон сказал самокатчику пизды даст это он не как появился год лет сто назад хотели хотела мерч сделать с диманом как разди фьюжн боем думали думали и он такой говорит давай вот на мерча твоим год напишем эти кости козлов там козел этот все год я тогда еще общение шарил про вот эту аббревиатуру лучшего все времена вот эта вся была своя тема просто год козел вот сделал мерч сначала а потом просто появился типа степан гришин небезызвестный там элисей и как вот получилось так тусовочка создалась я уже сто раз на самом деле хотел название поменять что-то мне не нравилось но пацаны говорят бля уже как-то уже все прижило когда прижилось и у нас типа даже знаешь вот я какие-то новые шмотки делают они типа продаются так себя а вот старые шмотки где просто вот это logo год сейчас у меня даже шкурки короче сделал много разных шкурок но больше всего продаются вот эти обычные шкурки где просто типа логотип год то есть знаешь он же как как типа играет что эти вес имеет хотя у меня уже вообще типа сто лет как не нравится не название типа не как он выглядит ну типа все уже привыкли к нему всем заходит а кто такой лисе зубин кто вообще ты заикнулся про него что он один из первых в болте или все очень интересный персонаж был свое время куда-то пропал иди попей как говорится вот да блин короче или сия я или сия обязан потому что если бы не было бы элисея не появился бы степан гришин именно элисея зубенко познакомил меня со степаном вот или все как появился мы не помню какой год новый год короче праздновали шли по центру я смотрю короче какой чувак катается вообще подхожу грудой покататься випчик делаю он готовит этой кости со мной сфоткался вот это все я такой на круто прошло там полгода мне звонит по телефону такой затирает аля но я не знал конечно это лисей просто какой-то пиздюк очередной звонит его это знаешь как они звонят и типа полу а ты с первым пробовал что-то в таком роте поорали какой-то дичи вот этим там ты пидорас там что-то это скинули это звонит что-то орёт орёт я такой пляс ебали говорю чувак вот без пизды типа если бы ты просто мне сказал блин костян ты крутой респектом хочешь давай покатаемся встретимся да я бы встретился покататься покатался он такой ну да приезжай типа думал приедь моего зашкирку скажем хули ты звонишь в итоге приезжает чувак более-менее такой ну типа самик не помню что у него там средний был у него палец сломан для порван был не помню чего у него был но палец в гипсе он говорит привет кости этом ваш фанат этой гной покатаемся и он короче с этим пальцем там с 12 делает бар спин что-то там фиб был бар вип какие-то я на то время такой смотри он с гипсом думаю нифига себе пацан может грунт давай еще с нами покатаешься он там ездил клипчики нам снимал просто притирался вот потом стёпу гришина в тусовочку позвал привел я кстати про стёпу вообще раньше угарал он пришел такой в узких штанах прям узких в черных кожаных конверсах игры чё это типа запетушила нахуй он типа нам нужен давай больше его не зови или все такое хорошо второй раз короче его также берет я думаю блять нахуй горит его зовешь он очень кто это такой а третий раз все я уж такой ладно и потом в итоге повзрослели лисея уже куда-то делся там ну по своим делам ушел а стёпа остался и до сих пор типа дружим катаемся кайфуем то есть вот вы год втроем типа валя сделали ну там когда год появлялась жигал уже давно был он прям с детских времен со мной типич там с фанбоксов так далее вот нажигал тогда уже меньше со мной катался но тогда ну блин я уже профессионалом но таких прям катабельных друзей у меня не было все мои друзья уж там кто куда как по работам по семьям и да вот я катался ли 7 тип со стёпой мне всегда с младшими было как-то попроще кататься то что у них нет заебов не тут этой работы так далее они всегда готовы поехать поснимать там покататься над блин по трюкам вообще они такие заряженные разваливаются мне максим от рассказывал как раз мы с места вы тоже обсуждали что максим звал тебя в мскб я не понял какой-то год он тоже там что-то на пресне напился типа и где-то на пресне было это было в сабабе после а вот года и то что напился и позвольте вы мскб вообще и вот на вообще угарный день был короче сабаба вот это было помнишь не где буду из мини фанбокс и там все время на джемах последние типа спот в обратку вы все прыгали и я помню как-то был первый джем там я там в обратку типа трех вей бар там пятер бар всех вообще разваливал классно все было выиграл его и потом за день до этого контеста я типа сломал палец мы там были на какой-то тусовки я подрался кому-то дам дал в лоб типа там чуваку так а у меня палец типа щелкнул я откуда блин как я пойду на этот джем я так хотел всех там победить покататься круто время провести приезжаю мы все катаемся я просто пивко пью отдыхаю я смотрю максим в обратку начинает чисто трех веб-барде да какой-то максим давай я чисто его снимаю на телефона мы тогда так с ним общались не очень снимаю он телефон он делает его там пивом обливаю в рот вот это все потом сидим чистый я шашкин зирюкин и максим он такой константин у нас к вам есть такой интересный вопрос типа уже все синие такие может москва полбойс горит велкам и арсеньку ой надо подумать над подумать на принц что там начинает я горит и пацаны ради бога только со мной жигал ну потому что типа их тогда еще тогда же помощь топа не было тебя тогда да наверно еще и стёпа селисеем еще по мне было я такой блин только жигалом пойду не хочу кидать вот и на этом наверное все это слилось типа но да если бы ты вернее было там жигала и ты такой типа да укил из головы как бы я и тогда был готов если бы они просто ну сказали чтобы я приезжал кататься жигалами и приехал жигалом катались не знаю что бы изменилось но ну как думаешь просто если представить сейчас был бы главным москва кул бойся москва год корб бойся максим градском пускала дипопе и взял вы сидевает были москва максима шучу люблю целую это так прикол чист из жанра мстители фантастики как появлялись вообще новые люди в типа в голоде то что именно про это как тусовка типа и просто такие типа да да и вот можно короче спиже у гоги из ннх вот эту фразу он и придумал на и тактист по заимствую короче первое правило как попасть в год корб не спрашивали спрашивать как попасть год корб на тощи принха был но блин много кто спросился ну я это обычно с такими не алло ну вот как-то рандомно знаешь мы просто поехали покататься типа день покатались я грубил круто пацанка ну во первых смотрю как кататься прикольно катается в любом случае а кто-то цепанет если видишь он прям вау ну и по характеру знаешь как вот с горшком типа мы познакомились мы просто был вот этот коронавирус все это дерьмом поехали в мытища и мне не с кем тоже было кататься я боялся в москву ездить там всех кашлю чихает я помню там ставил телефон на бордюрчике катаюсь и просто идет бабка чихает я там за два метра за 10 от него отлетает такой не дай бог все заразит и ездил в мытищи даже не на электричке на такси типа кататься и вот нашел там местных малых и первый день когда с горшком познакомился мне еще показалось что это какой-то гопарь который там блять ебало сносит мы катаемся залезая на крышу там прыгаю идет мужик у этого ебать и говорит слышлась и горшок говорит ебал завали нахуй я такой типа чё там мужик огромный думаю чё за вообще бык этот потом оказалось конечно это горшок оказался самый самый мне кажется такой наш не конфликтный человек и не боевоспособный так сказать вот и так и появляли знаешь как-то супер на рандоме вот илья файзулю мы вчера прямо шли типа из клуба и а где вчера были в стадии за не что перебывая были у сережи типа была выставка картин его очень никто никто не было никакой афиши ничего ли вы так не так это по угару просто сделали вот серёжа сделал ну ты вчера после этого шли поиграли что бильярд все ушли обратно я грунт какой вопрос типа кости от тебя вот меня типа собирал вопросы там от ленчика там от егора типа от всех его игру и люфе типа какой вопрос придумай ну про горшка типа вот интерес и вот как случилось что ты тогда горшка заметил сейчас вот и но нет и опрос простить так все изменилось горшком то что он ушел до нас или что чем ушел горшок все радовались хорошее видео вы сняли горшком типа где он из воды вылезает уваживайся легендарный да вот кто-то может ты можешь увидеть сразу человек хороший или нет хорошо разбираешься уже этих не это сложно типа вот я всегда видел типа знаешь как-то со своей колокольни я видел типа кто может вот стать крутым райдером вот из кого можно что-то слепить или кто вот в натуре в дальнейшем будет ну вот крутым я вот изнутри это вижу то есть на 6 типы которые сразу как андрей нафе его увидели когда он с ракетом там жестко херачил ну конечно это знаешь готовенькое вот так взять его а я видел типов который там два и по flat делают ну вот как стёпочем но кто и такой по нему не скажешь что там что-то будет но я вот как будто с ними общался и внутри вот это вот сразу такой вот сто процентов и также вот с горшком произошло но я слишком видишь внимание обращаю вот больше на самокат но вот это все на какой он будет как райдер как это но меньше обращаю внимание какой он как человек по ходу ну как по опыту случилось вот нашему печальному который недавно произошел я думаю к этому вернемся ну как он написал сначала в канфу вообще какое-то страшное сообщение после армии его по ходу паяла что типа вы там все бляди вы ведете ужасный образ жизни вы все живете как в последний раз у вас каждый день как последний хотя вообще не так мы все типа также работаем так что это делаем пытаемся как-то двигаться как нормальный тип особо там не бухаем какой-то жести тут нет как ну кажется это образ просто сложился что мы тут все там курим там бухаем это все ну не так вот и написал такое страшное сообщение все таки ну и пошел типа нахуй почему-то вот знаешь у меня с горшком всегда более менее было в отношениях а пацаны сразу просекли то что он говно типа творит это что он как человек ну оказался вот ну для кого-то в нем есть как хорошее также так и плохое вы знаете бы были ситуации у нас был стрит джем давно в мать ищу охуен джем на самом деле мало народу приехал на ночь классный был вайбовый вот мы там старались там призы были бабки вообще все классно вот и за день до этого джема короче нашли же вот эти конфа где там 100 школьников 40 школьников горшок был в такой он просто за день до этого кто-то спрашивает в конфе отчетом стрит джема чу как что приходить горшок говорит там вход вообще платный будет они такие смысле он говорит но это же вам не какой-то там блять kick me джем это год джем у нас там будут доски деньги все вот это типа вход 500 рублей блять за день до джема как можно типа было такое написать я вообще в ахуе с него это же тупизм именно вот и вот пацаны вот это все просекли и ну наши отношения были такие начнут ну натянуты ну может у вас тоже такое бывает знаешь что допустим ты хорошо с ним общаешься другое типа не очень вот я до последнего выгораживал грида все нормально это же просто горшок все окей а пацаны таки ну блять и вот он наверное из-за этого ушел потому что знаешь чувствовал может с их стороны что-то типа не то что они его как не принимают может он хотел чтобы он тут был знаешь вот этим богом типа что типа бля горшок нужно него молиться на его вот это я типа может быть так вот и короче мне недавно горшок написал вот решил именно знаешь подробнее рассказать что почему и как и как он мне сказал то что типа дело тут не в то что мы там бляди хуяди дело в том что он хочет показать самокат как он его видит типа с другой стороны то что если он будет двигаться с нами то возникнет какая-то конкуренция между год корпам и новым брендом горшка или что там будет но так он так и сказал то что типа он хочет сделать свой бренд и показать самокат как видят типа он я жду типа удачу ну я я и на на самом деле им позвонил грантов будут вопросы я всегда готов помочь нам что даже тут когда он грубо говоря так типа может некрасиво может для кого как-то его поступает даже тут я в принципе готов помочь что-то подсказать мне интересно на самом деле было посмотреть что горшок типа реализует успеха посмотрим на самим он тоже ситуация какая-то что вот все выгнали его из голод мне выгнали не знаю там можно как вообще узнать аминщика аминщика короче тоже такой персонаж знаю знаешь писал мне очень долго хочу в год хочу в год я такой ну ладно давай приезжай приехал покатался и знаешь я тогда уже вот этот с горшком говна нахлебался думаю тут будет такой пробный период большой длинный там в год моего в конфу не добавляли год на только недавно добавили и классно короче общались все классно был тоже с пацанами у него были свои недопонимания какие-то но это вроде нормально типа и недавно произошла ситуация не самая приятная не хотелось бы ее озвучивать то есть тоже не будет ну да не ну просто он сделал такую такой поступок после которого ну просто должна что-то дело не в тусовке дело в отношениях человеческих ну мы не можем просто как бы мне не хотелось меньше больно тебе был я очень верил в этого чувака до последнего его когда все говорили что он типа такой я говорю но не такой все типа классно верил в него и он грубо говоря мне знаешь вот так типа просто в спину типа блять нож такой но я одно слышу на него много грязных историй грязных историй но знаешь я думал то что эти все грязные истории они распространяются не на своих то есть он это может делать но на нас это не распространится но недавно такое случилось может быть знаешь даже это неосознанно может у него просто есть какие-то проблемы, знаешь, как у Влада проблемы, у Влада, блядь, как у Влада Березина есть какие-то, допустим, проблемы с чем-то, там, ну, ты знаешь, и так же, может, у Амины есть чем-то типа своим проблемы, может, это просто нужно лечить, как вариант. Жалко, ну, блядь, что все мы люди, все, все дерьмо случается, знаешь, жизнь проверяют вот так на прочность, типа, все должно в жизни произойти, типа, двигаемся дальше. Ладно, интересно, по поводу глотажа, что, что вы делаете в плане одежды и шкурки, как это, как ты к нему, к этому пришел? Гот Корпа, да? Как пришел именно к чему, к одежде или в целом? Ну, вот шкурки, например, вот вы сделали шкурки классные, в бурне, как и в любой тусовке, ну, всем же хочется, знать, чтобы, типа, ну, у вас есть тусовка, чтобы были, типа, свои шмотки, свои какие-то там приколы, ну, что, ну, это же приятно, когда это, типа, их уносит в вашей футболке, катается на ваших шкурках. Давно, давно надо было все это вообще получше делать, начать, ну, просто у меня не хватает сил и ресурсов, может быть, это, конечно, отмазки, я просто такой распиздяй, но пока не хватает, понял, сил, чтобы этим прям плотно заняться. Можно было бы и вообще, типа, и рули, и вилки, и все это начать делать, там давно уже, но мне кажется, чтобы чем-то таким заниматься, нужно в это полностью душу вложить. Делать полностью бренд самокатов, это, ну, ты не сможешь ни покататься, ни поснимать, ну, я не могу уже разорваться. Я думаю, мы к этому придем, но постепенно, возможно, вообще не я, а кто-то из наших пацанов начнет, допустим, деталь делать, ну, под тем же брендом год, типа, и без проблем пусть он этим, у меня даже денег от этого, по сути, много не надо, ну, там, какой-то процентик, и пусть он этим занимается, мне главное, что просто будет корпус акторос. Вот. Ну, и в первую очередь, у нас же больше, знаешь, такая, типа, локальная тусовка. Ну, вот даже если сравнивать с мскб, типа, реально не хочется, чтобы это превращалось в какую-то коммерцию. Ну, конечно. И чтобы это осталось тусовкой и хобби в первую очередь. Не, ну, вот видишь, брекфит же круто делает, у них есть там, допустим, руль у них был с кем-то коллаб, типа. Да. У нас тоже руль будут попозже. Возможно. А возможно, нет. Ну, может, будут классные, надеюсь, сделаем. Вот. Такие коллабы можно, а именно как бренд, не знаю, типа, нужно ли это или нет. Смотря на то, как это сделать. Это еще нужно постараться сделать круто. Угу. А не просто, чтобы, знаешь, как вот эти, типа, Hello Beach, Шкура Прот, вот это все, там, комета, блядь, вообще. Ну, показывай хоть шкурки-то свои. Вдруг кто не видел. Вот такая, короче, у нас есть. И переверни. Какие еще дизайны есть, давай. Хочешь, возьмись какой-нибудь покататься? Я тебе подарю. У вас же МСКБ нет пока шкурок? Нету, но вот планируем. Планируем. Ну, пока нет, ты же можешь покататься, тебя же не наругают. Или тебе за это нужно деньги платить. Бля, мне вообще плохо. Я всегда, типа, рад. Ну, я могу и на москутной шкурке покататься. У меня нет, допустим, таких проблем, то, что, а-ля, я там из ГОДКОРПУ, шкурку москут, и я, если ее надену, все, я там предам своих, это пиздец. Ну, неплохие. Да, обычная шкурка. Что, давай конкурсы побахаем для наших зрителей и в этого интервью. Вот. Как хочешь, какую шкурку? Ладно, досмотрите. Четыре видео. У нас есть четыре шкурки, да. И я думаю, можно разыграть две шкурки на выбор. Какую чел захочет, такую и выиграет. Так, и что нужно сделать? Я думаю, ну, смотри, у меня всегда условие, это не нужно ни на кого подписываться, никакие лайки, ничего не нужно ставить, просто написать какой-то комментарий. Вот какой. Какую новую татуировку набить? Костя Козлова. Давай. Да, кстати, классно. Короче, конкурс. В комментариях вам нужно написать, какую новую татуировку Костя нужно набить. Ну, я же не обязан набить. Я могу прислушаться к вашему мнению. Сам решишь. Нет, давай лучше какую шкурку новую сделать. Давай. Давайте вот смотреть. Это вот два на две шкурки. Условия конкурса. Напишите в комментариях, какую бы вы хотели увидеть следующую шкурку год. И, возможно, мы ее сделаем такой. Ну, и самые классные, типа, комментарии два. Да. Получат шкурку на выбор. Yes. Ну, в плане дизайна, да. В плане дизайна. Все, yes. Участвуйте. Пишите комментарии. Подписываться ни на кого не нужно, ни репостить, тоже ничего не нужно. Я очень хочу узнать тебя, брат, чемпионат мира. Как ты туда вообще попал? Выиграл чемпионат России. Угу. И вот... И попал на чемпионат мира. Как туда приехал-то? На такси. Как приехал, выиграл чемпионат России. Жопу там рвал, потел на то время. Такое для меня достаточно... На тот момент такой показатель прям вау был. Ну, как для Ленечка, наверное, в свое время. Чемпионат России, когда он стритерский выиграл. Он первый потел, по-моему, для него. Это прям победа-победа, Влад. Вот так же для меня выиграл. Поехал на чемпионат мира. Поехал, кстати, не один ко мне тогда. В те времена приехал Diffusion Boy. Мой любимый друг, который сейчас в Украине находится. Приехал ко мне в Королев. Мы там месяц с ним тусовались, жили. И у него, короче, закончились деньги под весь этот конец всей этой суеты. И он должен был обратно уезжать. Я говорю, блин, Диман, а у тебя же биометрический паспорт. Поехали со мной, типа, в барс. Типа, на похуй. Он такой, чувак, денег нет. Я говорю, да? А у него был с собой просто огромный, две или три сумки шмоток. Там Levi's, вот это все. Я говорю, давай все это продадим. Он такой, да, гонишь не продадим. И мы, короче, за меньше недели продаем шмоток на 1015. Я добавляю своих там еще 1015. У меня на то время нормально бабок было. Покупаем ему билет. Только, короче, не со мной в самолете, а еще вот. Ну, другим рейсом. А он ни разу, короче, не летал, вообще не разбирается. И в бар сразу. Это вот угар был вообще. Я туда приезжаю, у меня там трансферочек, автобус все забирает, все с кайфом. Ну, я тоже первый раз, но я такой справился, думаю, разберусь там над своим ломаным. Hello, куда мне? Вот, меня встретили, я все еду. Диман приезжает на 4 часа позже. Чувак, у него ни интернета, ни связи. И у него, короче, чтобы ты понимал, не было ни трансфера, ничего. И денег у него было, наверное, тысяч пять рублей с собой. И он горем пополам на каких-то там метро, попутках добирается до отеля. Мы с ним встречаемся и все с кайфом там. В барсе проводим время. Мы поехали на 11 дней. Чемпионат России длился, по-моему. Темик, сколько там, дня три он был? Дня четыре, да. Дня четыре он длился, вот, да. Мы приезжаем, все классно в отеле. Димана, кстати, в отеле тоже, ну, ничего не было. То есть он просто взял с великом, пробирался мимо этого ресепшена, жил у меня в номере, кушал также бесплатно там. Там же там менталитет другой, там же никто не подумает, бля, вот сейчас кто-нибудь залезет. Он просто проходил на похуй. И жил у меня так вот один с ней. Ну, мы жили, короче, не в самой барсе, а минут, наверное, в сорока. Ну, знаешь, как типа, Москва-Королев. Ну, мы жили типа в таком райончике, знаешь, где пляжик, чистое море, all inclusive. Я там так питался, именно как вот этот жадный русский набирал. Полный стол all inclusive. Думаю, сегодня арбуз такой. А, не хочу, вкуснул, там просто три штуки оставил. Бургер там все. Я там вообще просто ел по минимуму, набирал по максимуму. Угар полный. Вы выехали, короче, первый день в Барсу. Приехали, поехали в этот скейт-парк. Да, по-моему, он там закрытый был такой в помещении, там жарко. Приезжаем, я первым делом просто вижу всех этих буржуев. А, я еще такой увидел на улице этого Брайн Нойса. А он там с барсовскими чуваками. Я смотрю, их охранник не пускает, что-то там им затирают. Они выглядят вообще как бомжи. Брайн Нойс, это вот, ты его увидишь, это, клянусь, просто бомж какой-то. Без обид, там вообще всем он супер крутой чувак, он выглядит очень плохо. Да, приехали туда, посмотрели парковиков и, по-моему, зарегистрировались. Я не помню точно, что-то там, короче, какая-то вот эта суета вся произошла. Я не помню почему, но я не успел, короче, раскататься первый день. И мне говорят, вот сейчас будет 40 минут раскатки. А я вообще в этом скейт-парк. Ну, все вчера раскатались, а я в этот день думаю, ну, ладно, пофиг. Вижу всех вот этих JD, типа, Джази Картера, там, Дэйвина, всех я такой, вау. Иду раскатываться просто, вот это ужас был. Это 40 минут просто, типа, самого некайфового катания в моей жизни. Как бы оно, знаешь, не звучало с буржуйами классно. Может быть, если бы у меня чуть другой уровень был, было бы классно. Сейчас бы, я уверен, классно показалось, но тогда... Там кайфовал, по-моему, только вот этот Seven Eleven, типа. Он там просто, знаешь, там все что-то дрочатся, там это... Seven Eleven просто в Олюл полетает, там куда-то прыгает, вообще кайфует просто, чувак. Я думаю, такой, ладно, надо попытку готовить, что-то придумываю, там, как-то меня чуть не сбивают 10 раз. Думаю, ладно, все. Встал такой, собрался. В ахуе каком-то полном. И был, короче, Fibble Box, он был очень узкий, неудобный, вот такой вот узкий, вверх. Высокий пиздец. Не как у нас, короче. И там, думаю, сделаю April 50, или Fibble, не помню. Пофиг. На VIP на бар просто. Такой съезжаю, первый раз пробую, не получается, думаю, еще раз. Стою, думаю, все, сейчас поеду. Врывается передо мной Джейс Картер, делал там Front Rye куда-то свой дроп. Я думаю, ладно, боксинг, следующий. Следующий, кто-то еще врывается, думаю, блядь, ну пиздец. Я такой, думаю, все, ладно, сейчас надо добирать. Мне стыдно, что я не могу вот Fibble VIP Bar сделать, блин, столько времени трачу, ну, уже дизморалюсь. Уже потный, весь, знаешь, все трясется, не на кайфе. Думаю съехать, и вот просто, меня чуть ли не ошибая, в этот квотер, Люкас Демиглио там двумя VIP-ами, вот с банчой метровой, впрыгивает передо мной, делает там Fibble на Hard 3 VIP на бар. Блядь. И я вот так стою, типа, о-о-о, что мне, типа, делать, тут это вообще небо и земля, да. Ну, с горем пополам, кстати, я там придумал попытку, откатал ее плюс-минус стабильно. Там финальный трюк давали. То есть, ты откатываешь попытку в 45 секунд, и тебе дают отдышаться и сделать две попытки трюка финальные. Я трюк на бар в ступени пробовал, не сделал. Вот. Кое-как ты, типа, откатался, но финал не прошел, там, по-моему, 28 мест в финале, а выше, типа, не это. Или, не помню плюс-минус, но меня даже в списках не было, там 50 человек, а выше 28 места не показывают в списке. Вот, ну, в целом, крутой опыт был, знаешь, классно, там, такие, такой стоишь, английский не знаешь, и там еле-еле слышно, такой, типа, сейчас катается, Коста Козлов, я такой, а, да, такой, уже хочу вырваться, вырваться, такой, в тапливый, он мне говорит, стоп-стоп, я там, блядь, на полплощадке остановился, поднимаюсь обратно, он говорит, 3, 2, 1, я такой, let's go, поехал. Блин, ну, классно, у меня, я в попытке катался с Пол Романом, на то время я вообще не знал, кто это Пол Роман, еще какой-то был буржуй. И, Тима, либо Тима Стурмлин, либо кто-то вот еще со мной, вот этот, из вот этой Чехии, или откуда он там сидел, ну, ты понял, короче, вот эти, Копенгагенские, модники. Вот с ними катался, классный опыт был, но мне больше всего запомнилось, там сидит Брайнойс, короче, у них своя флейба была, знаешь, за этик есть такой чел, косоглазый катается, у него кучерявые волосы длинные, такой стритер, сумасшедший, он в виду с каком-то ногу сломал, Ну, он там пиздец тоже катается. Да, и он был в тусовке вот этих Брайнойсов, всех вот таких там этих. Они сидят на трибунах, и он, когда начинает ехать, они такие, вау, там лежат, орут. Чувак, он откатывается по пытку, просто такой пафосный идет, знаешь, все ему хлопают, он вот так смотрит на всех, просто его так из трусов в зип достает огромный, такой показывает обратно и уходит с ними с трибуны, их же не пускали до этого, и просто уходит. Чувак, я так угорел с этого, типа. Там еще был этот Кайден Брэнли, типа, вот этот волосатый, ну, ты понял, у него колеса, короче, были вообще, типа, там просто диск и гелика ноль. К нему просто кто-то подошел, такие, на, типа, держи колеса, вот я видел, там настолько, типа, добрые чуваки, какой другой чел, типа, из этого. Вот, да, откатался вот этот чемпионат, типа, мира, классно, здорово, но потом все уехали, там, КСС разъехались, а у нас там еще сколько дней, наверное, 7-8, ну, плюс-минус осталось с Диманом, вот, и мы начали уже кайфовать, ездить там, все осматривать, и у меня вот тогда камера была в BX 2100, вот эта классика такая прикольная, вот, и мы, короче, думали, сейчас будем снимать профайл, там спотов, и это вообще просто ужас, там едешь, просто тут спот, там спот. Чувак, мы вот на одной улице буквально полдня висели из-за спотов, и прикол в том, у нас, короче, резко там что-то в камере ломается, кассеты не пишут, ничего не пишется, и один клип оттуда снял. Я такой, ну, пофиг, буду снимать инстаклип. У меня вот здесь знаменитый инстаклип, классный, в то время, под вот эти большие города, и там трех вип на бар с блоков, там какие-то скейтеры сидят супер, типа, крутые, там, усатенькие, летритц, они у меня хлопают, вообще все классно. Смак бы меня прогнали один раз, прикинь, вот это приехал, знаешь, из-за спотов? Нет. Короче, есть вот эти три ступени, они раньше были, по-моему, четыре их, а нет, их раньше было три, они были суперогромные, потом одну убрали, их стало, ну, типа, их называют три, но они, там сейчас две по факту. Они очень, типа, высокие, но прыгать вообще ерунду. А за этим спотом есть площадь, где там Кезару, все вот эти катаются. А, все, я понял, да. Так и называется Магба. Я просто не знал, я не ебал название. Чем, как называется Магба? Короче, да, мы приезжаем, мне КСС-цы говорят, тут нельзя кататься, тут скейтер выгоняют, а там без шуток скейтеров сто с чем-то катаются. И помимо сто с чем-то скейтеров, просто еще сидят их, друзья тусуются. Ну, огромная толпа, как будто скейт, парад какой-то. Я такой, да что за бред, это меня видели, а я тогда такой, ну, боксик ходил, крепенький был, еще говорю, пойду. Катаюсь там, катаюсь, на меня криво смотрят. Через минуту-две просто ко мне подходит скейтер, такой, мэн, что-то там на своем говорит, я говорю, пошел нахуй. Еду дальше катаюсь, а меня останавливают. Я думаю, что, говорю, типа, упал чувак, а я английский вообще не знаю, он мне говорит, что-то, get out, что-то, fuck. Я ему говорю, я тебе сейчас, типа, блядь, наебну, иди, типа, отдохни, ну, хорош, типа, отстань от меня, говорю. И смотрю, а в момент, когда он мне это говорит, вокруг человек 30 на меня просто вот так сидят, смотрят, и я думаю, ого. Я ему говорю, ну, иди ты, блядь, нахуй, и ушел, короче. Блядь. Там жестко, там, вот, вообще не дают покататься. Как я знаю, там, местные, вот, у кого-то там были клипы, то есть, как я понял, там можно прийти, типа, договориться, покататься, поснимать, но есть ли их куча. Либо приходишь в какой-то день, просто утром, там, походу, когда их нет. Там, помимо этой площади, вот, есть сбоку классный боксик такой фибловый. И вот я видел, там, Гульем, по-моему, это что-то снимал, какой-то блантик, типа, нахилядь. Вот. Так я ознакомился, там, первые дни стрита в Барселоне. Бля, очень жестко. Был, наверное, дофига спот. Там есть спот вот этот, тоже легендарный, где, знаешь, вот эти фиблы такие, фиблбоксы длинные. Да я вообще хуй пойми, чувак. Может, Леха знает. Леха точно знает этот спот. Где еще такая вот эта полу-арк, что ли, или что это, с которой Беймер 3-й трак давал. Короче, был на вот этих волнах, типа, в барсе, где-то через забор, да, вот. И потом я, короче, с Дэвином познакомился, типа, мы приезжаем с Диманом, катаемся там. А Дэвин тогда снимал свой вот этот парт, у него видос был из Барса. Видела его? Да. Супер вообще шикарное видео, блин, до сих пор могу посмотреть, кайфую. А я не знал, кто это такой, я думал, ну, какой-то потлатый фрик, там, гоняет в бриджах обрезанных. Прыгает вроде прикольно. И мы с ним катаемся, я не знаю, может, он тоже в первый раз был в Барсе. Он не может этот забор прыгнуть, как и я. Вот. Мы с ним пытаемся, там такая, знаешь, подъебка, нужно прикататься, типа. Я прыгаю, он прыгает. Потом в моменте мы уже такие подраскатались, он там чинг что-то делает, а он был с этим оператором, вот этот кучерявенький, есть такой француз, там, он в Барсе снимает, не помню, как его звать, но есть у них местный оператор, колишенов много снял. Он ему профайл тут снимал, вот. И он с рюкзачком сидит, ждет, пока Дэвин даст команду. И, короче, в итоге ничего у Дэвина не получается, и Диман Полищук, типа, он шмотки же делает, диффьюжн, он говорит, давай снимем, типа, клип. Подходит к Дэвину, говорит, можешь надеть футболку, снять клип, тот такой. Просто надевает футболку диффьюжн, там такая футболка была прикольная, тут золотой, типа, принт, с таким материалом интересного. Мы оба в этих футболках, и мы, короче, типа, едем, я делаю барвип через забор, а он трешку вжатую, типа, и он мне в камеру такой, ей, ей, там орет, вот это у нас фотка. Вау, чувак. А я только потом узнал, кто это такой. Вау. Да, вот так, так, так клево было. И потом там только через год с чем-то увидел профайл оттуда, и думаю, а он так жестко катается, типа, он там дропал, вообще ужас. Не хуже, чем сейчас. Пиздец хочу туда, просто пиздец. Блядь. Я поеду, скорее всего, вот в конце лета в Барс, хочу съездить. Ну, я с девчонкой поеду, чисто, наверное, отдыхать. У меня колено еще не особо будет, я чисто отдыхать, может. Я бы вот хотел там Степана Гришну отвезти, там видос снять. Ой-ой-ой. Блин, я вот видел дофига видосов из Барса, но мне всегда кажется, если туда привезти русских пацанов, это жесть будет. Просто туда Яна Варланчика, Никитоса, там, блин, Степа, вот эти, извините, если кого-то не назвал, там, просто всех вот наших ебошеров, извините за выражение, чтобы просто там снять закрывашку. Ну, знаешь, как Яким съездил в Барсу, и вот, я считаю, на BMX, вот он один из тех, кто закрыл ее. Ну, там есть крутые, там, Симон Барак, много кто еще видосов я видел оттуда, но Яким вот там тоже такую точку неплохую поставил. И мне кажется, если русские чуваки при этом, даже выглядеть по-другому будет, знаешь, даже видео будет по-другому, типа, смотреться. Я как бы, когда там был, я и соскучился по Москве, но в тот же момент сейчас вспоминаю, столько всего произошло, сколько всего там просто. Просто мы в первый день пошли, или во второй, пошли на пляж, у нас же не в совсем барсе было, а там на окраине, и там офигенные пляжи. Там тепло, хорошо, мы взяли там сангрию, что-то еще, типа, покушать, пиццу поели, идем на пляж, садимся, и с нами знакомятся, короче, какие-то туристы. Ой, какие туристы, блин, я заговорился, не суть, местные, там два парня и две девчонки. Мы, короче, такие, йо-йо, как дела, там сидим, они говорят, вот это там наши сестры, девушки, я так и не понимал, что они базарят. Я такой, ну, классно, прикольно. И говорю, Диман, я уже такой немного посланник, я говорю, пойдем купаться, он говорит, да пойдем. Мы идем купаться, короче, все залазят, и девчонки просто раздеваются и голые лезут купаться. А я такой, типа, что это, это что такое, ару, аа, что за жесть, типа. Диман говорит, ты что, придурок, у них, говорит, это нормально, типа, вот это все. И я потом, когда ходил на пляже, просто сидит, типа, ребенок, там, дочка, сыночек, мужик взрослый. И женщина сидит, там, лет 30, такая вся при формах, такая вот без всего, типа. Я такой, типа, это вообще нормально, а у них, видишь, такой менталитетик, я вот с этого тоже прозрел, типа. Очень необычно это все было. Пиздец, я ни разу не был, и, бля, вот ты мне так рассказываешь, я ебать хочу, чувак. Жили, короче, мы в номере, и в соседнем номере постоянно какие-то жести творилось. И мы один из вышли на балкон, что-то там, я покурить, как обычно, и выходит мужик. У меня на ВХС-ке этот кадр есть. Мужик огромный, накачанный. Ну, прям выглядит, как будто из кино какого-то, не для всех. Ну, для всех, но не для маленьких. И что-то, я думаю, что происходит? И Диман выходит, начинает с ним что-то там, он ягер достает, начинает ему, прозреливать, там балкон просто вот перепрыгни-перешагни. Ага. С ним общаться. И резко выходит какая-то бабенка. И он говорит, мы тут кино снимаем, чуваки. И я такой, ага, ну, тоже прикольно, типа. Там Диман к ним перелез полночи с ними, там что-то, это пытался, пытался что-то договориться. А мужик говорит, да лазгом, мне пофиг, говорит, дядя. Тетка такая, но-но-но-но-но, вообще-то-со-со-со-со. Вообще-то там полные угары происходили. Ну, про это можно очень долго рассказывать, но я думаю, это уже в другой раз, как-нибудь, если получится, мы с тобой поговорим. Пиздец, чувак. Onyx Barcelona trip может быть. В Bars не так сложно сейчас попасть. Да видишь, ну загранник, типа у меня есть, но у тебя визы, типа всем делать, это ну заёг, типа тоже. Нет, у меня кем говорил, по-моему, у него 5000 виза. У нас же есть сейчас это все виза, но в Bars, по-моему, работает все, не так. Ну что-то так, у меня не шарик. А, у меня виза, короче, я же до Bars не был нигде почти, я был в Турции, по-моему, там же загранник, по-моему, только нужен. А, не, не в Турции, я был в этой. Где же с мамой я был? А, в Турции я был, ну я был там в какой-то вообще там селе, типа, значит, ну all inclusive в детстве, а за границей нигде не был. И мы, короче, делаем вот эту всю визовую историю, мне помогает, ну там, знаешь, документы заполняют, но ничего такого жесткого, там никому мы деньги не платили, просто вот там девушка Саша Баенова помогала там все оформить. Мы приходим, там кому-то дали на время поездки, кому-то, по-моему, чуть-чуть больше на неделю, мне дают визу, я такой, да, классно, такой, дай бог, дали, мы смотрим, а там, ну, все время, когда дают визу, все смотрят, насколько дают, такие, типа, чтобы удивиться. А мне вообще, я ни разу нигде не был. Мы открываем, у меня, короче, первый раз в жизни дали визу на год в Барселону, прикинь. У меня виза на год, все такие, чего? Ну, типа, не может быть, ну, не дают просто первый раз на год. И я вот один раз был в Барсе, больше нигде не был. Я тогда не придавал так этому значения, думаю, ну, виза-виза. А сейчас такой, понимаю, блин, год визы, типа, это можно, тем более сейчас покататься везде, это ой-ой-ой. Как будто весь этот год и надо было где-то торчать, тусоваться там. Ох, блядь, пиздец. Надо будет сгонять, надо будет сгонять. Китай сгоняешь, Китай сгоняешь. Бабки ебаные, сука. Давайте, пожалуйста, поможем найти спонсоров Антона, чтобы его отвезли в Китай. Может, кто-нибудь осуществит этого мечту. Ну, это пиздец будет, дружка. А у авиасейлс есть какие-нибудь там инстаграмы эти? Пусть свяжутся, мой пух. Пусть просто их заспамят. Такой у нас небезызвестный, небезызвестный блогер. Так, блин, куда, нахуй? Антон хочет поехать в Китай, осуществить свою мечту и снять интервью там тоже с небезызвестным молодым человеком. И ему может помочь авиасейлс. Свяжитесь с Антономом. Ты сделай рекламу бесплатно опять. Я ебал. Не-не, если не сделаю, то я не буду летать там. На какой? Прям сейчас каждый школьник пойдет и купит там что-то. А что, кроме него, типа, где-то еще можно купить билеты? Ты знаешь, как будто... Все, ты только хуже делаешь, что ли? А потому что со мной уже связались. Я же, говоря, в Барселону еду. На девочка или как там подъехала? Бля, где? Бля. Смотри, у меня новая рубрика есть, где я попросил, так скажем, каких-то значимых людей задать тебе пару вопросов. Вот и ты уже заикнулся про девушку свою. И вот тут от Шиши вопрос. Любишь ли ты Лизу еще? То, что лично, не публично. Ну, Шиши ты ответишь? Люблю. Все. От Леонида Арбатского вопрос. Если у тебя дети, если да, то почему они не катаются на самокате? Детей нет еще. А когда будут? Планируешь, может? Блин, я не знаю, меня это на самом деле, знаешь, так, на две половины прям разрывает. Как бы я понимаю, что время идет, возраст идет, но в тот же момент не хочу с этим торопиться. Вот ты как считаешь, что вот нужно, чтобы все было с кайфом, чтобы вот там детей заводить? Ну, хорошая финансовое положение, я думаю, это первое вообще, что должно быть. Как минимум, квартира своя, типа, а не вот ваш трэпдом. А думаешь, если, типа, не будет, ну, трэпдом-то понятно, если не будет у тебя денег, не будет квартиры твоей, что думаешь, типа, дети будут несчастливы? Да, счастливы, но просто хотелось бы все лучшее дать им. Ну, вот я лично считаю, вот мне нужны, типа, деньги, да, но не для того, чтобы у меня там дети ходили в Риковинцах, там жили в пятикомнатной квартире. Мне вот нужны деньги, чтобы я элементарно мог вот, знаешь, проводить время с ребенком и дарить ему любовь, потому что, когда нет денег, ты видишь его там просто там вечером или на выходных, ты работаешь, да, твой ребенок тебя не видит. А я хочу, чтобы у меня было время и на самокат, и чтобы я мог со своим ребенком время проводить, и никакие, типа, деньги мне там, работа не мешала этому. Я считаю, детям нужно дарить любовь, это самое главное. Если ребенок растет в любви, то все будет блэс полный. Ну, в принципе, да, я согласен с тобой. Чего, через сколько лет планируешь? Ну, знаешь, зависит, вот мне кажется, в твоей второй половинке, ну, вот, как я лично думаю. Вот, как будто хочется и побыстрее, потому что, ну, мы не вечные все. Как будто, чем раньше ребенок у тебя появится, тем больше ты с ним время проведешь, но в тот же момент хочется еще столько, типа, пожить вот этой молодой жизнью. Да, да и, на самом деле, я бы, типа, в сорок, там, в сорок пять бы замутил, типа, до этого бы жил, бы, типа, кайфовал, но если у тебя, девчонка, типа, не малыш, тебе на 10 лет, то, знаешь, тоже время идет вот это все там. Мне вообще закажется, что какой-то вот такой определенный уровень есть, типа, в 30 лет. Не раньше тридцатки точно, не раньше тридцатки. Да у мужиков вообще этого уровня нет, у тебя, блядь, все всегда, там, это с кайфом. Это больше для женщин, знаешь, есть какие-то вот эти. Ну, вот, да. Я не знаю, ну, лет 35, как будто, вот, идеально было бы, как я сейчас чувствую. Ну, возможно, я через пару лет уже, там, с ума сойдут, такой, все, дети. Ну, все, следующее интервью с ребенком записываем с тобой. Может быть. Да, хотелось бы уже спросить встречный вопрос. Любишь ли ты Арину Брабус? Или что там вообще с Ариной Брабус? Давайте позовем Влада Шишу на интервью с Ариной Брабус. Бля, нам недавно скинули, короче, у нее из истории, где она стоит в футболке МСКБшной, где-то в галерее, типа. Да? Да, самое забавное, что, типа, и бренды бабки платят за то, чтобы она фоткалась в вещах, а тут в МСКБшной футболке она просто фоткалась. Короче, жесткая тема, но... Мне там Шиша порассказывал. Ну, короче, давайте позовем Влад Шиш на интервью, он ответит на все вопросы. Ну, напишите в комментариях, если хотите, Владика. Вот, и подумаем. Я хочу Владик. Очень интересная тема по поводу твоих видео, потому что они пользуются, так скажем, большой популярностью. Вот, я зашел, посмотрел на КССе твое видео 124 тысячи просмотров, Велком ВАО 216 тысяч просмотров и про модель доски 140 тысяч просмотров. Ну, ни у кого, ни у кого, по-моему, в России, да, нет? Это бешеные цифры. Типа, я думаю, да, одни из самых больших, типа, на видео из России. Ну, у кого у Никиты, по-моему, есть сотка. Ну, у Никиты, у Никиты много, да, у него... Нет, у Никиты, по-моему, много на первом видосе. У меня тоже 200, не сразу. У меня там... Конечно, да. Первое время там тысяч 50-60 быстро нафига жились, потом потихонечку. Ну, вот, в чем секрет успеха-то? Да, мне кажется, имя просто, знаешь, уже как-то играет то, что в свое время много где, типа, светился, везде участвовал, где-то выигрывал, и уже, знаешь, имя такое на слуху было, и оно просто, типа, ну, играет. Ну, как у Влада Шиш, типа, тоже. Ну, Шиш, не набирают. Шиш, по 30 тысяч просмотров. Ну, ну, все равно старые, проты вот эти... Сколько там много? Там сотни есть. Там у него два профайла, по-моему, под сотку, нет? Вот как... У него он когда в Trust выложил, вот когда в Trust видос был, он меньше был. А вот первый прот вот этот... Ну, просто тоже, знаешь, волна хайпа уходит, приходит. Что-то планируешь еще снимать-то? Сто процентов, да. Надо восстановиться, и будет еще один видос. Ну, я, типа, этим живу, это постоянно в моей голове, и я, ну, как будто не вижу себя без еще одного видео. Я этим живу, я об этом думаю, а о том, ну, типа, если ты постоянно о чем-то думаешь, это по-любому должно произойти. Отправляю мысли в космос, и потом все это получается. Я хочу вернуться, набить себе на всю спину Unbroken, короче, и профайл снять. А как думаешь, вот ты после травмы, типа, сможешь ли вернуться, так скажем, ну, в большой спорт, типа, можно так назвать? Ну, в спорт... Ну, как, черы вот эти выигрывать или именно гаситься? Не-не-не, именно просто, ну, как вот, как все по Гришне, типа, ляга, да. Гаситься, да. Хотелось бы попробовать сто процентов, не знаю, как это. Ну, вот есть BMX Артема, короче, он же до травмы катался круто, но он после травмы еще жёче. Так он OPVIP там с каких ступенек делает, нормально, типа, падает, я видел, все нормально. Мне кажется, зависит от реабилитации. То есть понятно, что у меня там нет мениска, там что-то будет побаливать это, но в целом, если прям хорошо восстановиться, хорошо пройти реабилитацию, можно круче, чем раньше кататься, сто процентов. Ну, просто это в натуре тяжелый труд. Следующий вопрос от Сережи Графского. Как считаешь, ты особенный в этой вселенной? Хороший вопрос. Такой, знаешь, с подковыркой. Да не знаю, да. Каждый по-своему особенный, мне кажется. Вот в голове у тебя. Именно лично, как я, считаю, типа, я какой-то вау таких нет, да нет, я такой я обычный человек. А так я считаю, что каждый человек по-своему особенный, типа, ты абсолютно, Сережа особенный. Типа, я особенный, у каждого свои особенности. Каждый по-своему припизданный, каждый по-своему крутой, у каждого свой блес, типа, там. Вот так я считаю. А если уходить в теории за гору всякие. Думаешь ли ты о том, что ты единственный человек вокруг, у которого все крутится и, типа, мы все, там, MPC, типа, и будет ты видишь только Я один на жизнь об этом думал, но это какая-то вообще жуть, это все бред. Ну вдруг реально, типа, вот мы запланировали с тобой интервью, потому что ты там в будущем президентом к ним станешь. Да нет, скорее всего нет. Как ты сформулировал до этого? Как ты считаешь, особенный ты в этой вселенной? Или про теорию? Может быть, ты просто лучше за все времена? Кстати. Nobody or nobody of all time? Nobody of all time. Ты перевода не знаешь или что? Не знаешь, как читается, что ли? Я вообще плохо английский знаю. Очень плохо, да. Это Сережа мне написал, в футболке такие, надо следующее сделать. Обязательно сделаю. От Сергея еще один вопрос, неожиданно. Почему все думают, что пешеход твой батя? От Сергея какого? В Графского, да. У него всегда хорошие вопросы. Пешеход, значит, пешеход. Классный мужик с райончика. Я, кстати, единственное знаю, как его зовут. Вот никто же не знает. Он один из заявлений. Нет, это инсайд жесткий. Давай, если он наберет, сколько лайков? Миллион? Ну, давай пять тысяч лайков. Пять тысяч лайков набирает, я пишу его имя. Yes. Да. Он заявление один из на районе написал, там, на пацанов. И в заявлении написано его имя было. Охренеть. А почему? В чем прикол? Почему он не рассказывает имя свое? Я не знаю. По кайфу, может, он так не рассказывает. А так, нет, не мой батя. У меня нет батя. У меня батя умер давно еще. Бля, я вот не знал. Ничего страшного. Мне кажется, это среднестатистическая такая, знаешь. А откуда вообще ты знаком-то с ним? С пешеходом? Что, откуда кто это вообще? Ну, ебать, хайп-тему ты, конечно, завел. Ну, конечно. Откуда ты с пешеходом знаком? Что он сейчас, типа, доски там пацанам покупает. То есть он там снимает чуваков. Вот он типу смытища. Смытища. Вот моему знакомому две доски уже купил этик. То есть он просто пишет, давайте я помогу. Саня Шевченко, он предлагал операцию на плечо оплатить. То есть он просто крутой мужик. Когда пешеход на интервью придет ко мне, к нам? Я не понимаю. Я снял подкаст, он вообще просто никакого ответа не дал. У него на канале два моих видео. Одно паркерское на 14 минут. Он до сих пор его не разблокировал. Я не понимаю, он не смотрит это, что ли? Заспамьте уже пешехода. Я хочу вот, чтобы увидели эти видосы, там, классные видосы. А то ты видел, что пешеход, типа, срался с нами в комментариях с Максимом, там, со всеми, типа, про Точтим вот эту ситуацию. Ну, он позицию свою, типа, в эту... Ну, там, конечно... Ну, видишь, ну, он же смотрит не со стороны вот этой коровой, там, самокат, вот эту всю тему. Он смотрит со стороны, знаешь, как помочь людям больше, вот. Даже в плане не коммерции, наверное, а просто вот он смотрит, как дядька, который хочет, чтобы лучше, типа, было для детей. Может, ну, с его стороны это и лучше, то, что Точтим делают, типа, для детей. Это, да, я, типа, с ним согласен. Но есть также, видишь, как и плюсы, так же есть и минусы у Точтим. Точтим хуйня. Следующий и последний вопрос от анонимного персонажа. И сперму пробовал? Блядь, так и знал. Я только что от тебя, ты говоришь, анонимный вопрос. Я такой, блядь, по-любому сперму пробовал. Да это кто-то из моих, наверное, пидорас, взял. А свою или не свою? Ну, не знаю. Ну, давай... Конечно, конечно, пробовал, да. А не свою? Блядь. Я вообще-то про нее говорил. А ты знаешь, откуда это пошло? Нет. Ладно, хорошо. Сейчас кинуть потом просто это аудио. У меня есть аудио, где просто горшок. Мы были в Крыму. Я только знаю, что горшок пробовал. Горшок? Да это, блядь, просто горшок сидит, говорит. Вы в курсе, у меня там не буду имен, говорит. Он пробовал, говорит, с первого. Мы такие сидим, типа, что за хуйню ты несешь? Он такой, в натуре. Он берет мой телефон, записывает этому типу аудио. Чувак, докажи, ты реально с первым пробовал? Там аудио пиздец угарное, типа. И пошел вот этот мем. Чувак, Женек даже заремиксил, типа, этот под трек. Вот этот, как его, Лил, Нас, Хуяс, как этот? Вот это его нырок, или как он называется? Лилузи Вёрт. Лилузи Вёрт под вот этот трек заремиксил вот этот аудио горшка. Мы тебе на хайзе включим, там еще и пиздец. Ладно, как думаешь, кто же вопрос задал? Это из своей тусовки, ребят. Из моей? Да. Одна попытка. С тобой живет. Степа? Да. Степан Респект. Зайдем к Степану еще, спросим. Хотелось бы, чтобы он тоже ответил на пару вопросов. Степан, душа моя. Зайкнулся ты про видосы Red Spring и... Ой, блядь, Red Spring, нахуй. Аутсайд. В Red Spring 2. Это не аутсайд называется, заедал. Я про премьеры видосов. Премьера, да. Аутсайд называется. Да. Все, вот. И Red Spring. Как пришла идея сделать именно премьеры в таком, блядь, ну что, клуб это или что это? Бар типа. Бар типа. Ну вот. Ну, изначально, короче, я вдохновился вот Москутной премьерой, которая была давно еще. Не помню, какой там Москут был, третий, четвертый. Мы пришли, там все классно, все сидят, там еще классно проводили вот эти какие-то там лотереи, что-то еще такие там, картины продавали. Ну, классно в целом было. Видос посмотрели, я такой думаю, блин, тоже так можно сделать, прикольно. И вот мы сняли Red Spring, и я еще много с кем общался. Кто-то говорил, вот у них тоже видосы готовы. Я думаю, ну, можно классно сделать. Вот. По месту просто сложно было найти на тот момент классное. Вот, более-менее, типа, нам вот это посоветовали. Мы приехали, сделали, типа, первую премьеру. Мне еще ННХ тогда очень сильно засопортили. Они мне за рекламу, типа, ну, я там где-то логотип, я что-то как-то. Ну, в целом мы хорошо общаемся, просто мне бы и так, типа, я думаю, Гаган помог. Но я вот ему предложил, говорю, давай, вот я еще там логотипчик суну, все так, ну, что, типа, ты нас официально поддерживаешь. Ну, в натуре он каждый год мне, Гагану вообще тебе респект максимальный, он подгоняет мне каждый год там по 80 шапок ННХ, просто чтобы я, типа, типам раздался им. Вау. У меня там все в ННХ ходят. Да, вот. Он помог, короче, засопортил нам это место. Вот, там провели премьеру. И в этом году я хотел поменять место, потому что, ну, сам понял, там, сам видел, там, вот, вот этот экран, ебал, думал. Вот, ну, извините, пожалуйста, кто был на примере, кому экран не нравится, но что могли, то сделали. Я думаю, лучше там так, чем никак. Угу. Вот, главные эмоции. И хотел кинотеатр уже наконец-то выбить, типа, были выходы, были, типа, варианты, но, блядь, я порвал колено опять и все, мне там не до кинотеатров, я чисто больницы, туда-сюда. И, типа, пришлось делать опять в том же месте. Вот, а так, в целом, я считаю, просто очень классно, знаешь, провести, типа, такого рода мероприятие, где, типа, каждый может показать свой видос. В целом, люди могут прийти и посмотреть на такие видео. Нет, это нужно. Те, кто туда не ходит, ну, на туре дурочки, походу. Конечно, это хорошие эмоции, чувак, это вообще вау. А, ну, я хотел, ой, забыл еще это упомянуть, мы же с Траскутерсом это делаем. Угу. Вот, ну, как, ну, типа, делаю я, но траст на поддержке, вот. Тоже респектом. Ну, вот, смотри, у тебя много кто на поддержке, кто-то там бабки, вот. Да, выходов вообще, на самом деле, куча. Можно очень страшные вещи делать, просто распиздяй. Вот сколько ты заработал на премьере видосов? Первый раз нормально, потому что первый раз у нас там шмотки были, вот эти Red Spring, там Артем покупал, до сих пор ходит в этот футбук. Да, 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 до сих пор все в скатратолках сидит. Она хорошая, кстати, на самом деле, до сих пор идешься, я очень рад этому. Были шмотки, мы со шмоток, типа, там, тысяч, по-моему, типа, 30-40 набрали из билетов, ну, потому что ННХ проспонсировали вот эту всю фигню, то есть я не закидывал бабки из билетов. Ну, короче, в целом, тысяч 70-80 сделал я первый раз, а второй раз, так как я закидывал, типа, за аренду, я сверху, типа, тысяч 20, по-моему, заработал, ну, чуть больше, ну, 15-25, вот так, в этом диапазоне. Ну, все, круто. Ну, да, ну, знаешь, я бы, думаю, даже если бы в ноль ушел, просто хотелось сделать, ну, самому кайфануть уже, наконец-то, показать этот видос, типа, со всех поорать, угорать, посмотреть. Да, чувак, это вообще эмоции. Единственное, знаешь, как будто, по ощущениям, очень много видео, типа, вот эти начальные, вот, трассовские, вот какие-то там победители, победители, это все, конечно, круто, но в один день очень много столько показывать, как будто, ну, эмоции, по-моему, эмоционально. Я не видел, чтобы буржуи делали, там, допустим, по 5-6 видео, там, за один вечер, они в основном показывают один фильм, все. Больше это как будто эмоционально, типа, тяжело уже. Вот в следующем году будем думать над этим, как это делать, чтобы было круче. Ну, вот мы просто тоже думаем премьеру Оник сделать, но мы не знаем, будет ли она открытая. Но если Максим Графский там рэп не зачитает, я его официально пиздоболом называю. Прости, Максим. Что ты там, ну, ты чтим, выебывался в историях своих? Рассказывай. Ну, что тебе рассказать? Мне это не нравится. Почему? Ну, потому что чуваки страдают хуйней. Ну, это как полгода уже страдают хуйней с копированием деталей, и ты вот только через полгода одумался. Да не, я знал про это, но я знал, знаешь, типа, про панду, плюс-минус. Ну, то, что там они панду спиздили, я такой думаю, ну, ладно, будет, типа, дешевый вариант панды. А когда увидел, типа, Астек, АО, я такой думаю, это уже не классно, да. Надо что-то с этим делать. Ну, и, блин, хрипануть лишний раз, знаешь, снять видосик на телефоне. Я шел вообще из Королева, типа, в Москву ехал, и, наверное, минут сорок по пути пытался это видео снять. И снял. Ну, не знаю, у нас просто с Максимом сгорело с того, что когда мы увидели АО как раз-таки, что они прям, ну, это прям чистая копия твоей деки, я думаю. Ну, чистая, не чистая, вот эта, для, она, по-моему, пожёстче. Ну, вот, да. Там она и белая, и размеры, и Fender, там вообще всё. Ну, и мы охренели, типа, и вот Максим выложил, типа, и я такой, бля, ну, чем я хуже? И вот написал огромный пост в Телеграм-канале Уся, я думаю, ты видел. Вот, и что-то там прям жёстко тоже хайпануло, типа, там тысяча восемь просмотров в Телеграме. Ну, типа, была одна история, типа, и ещё что-то, ну, Телеграм. Ты что думаешь, что это к чему-то привело, или мы просто помогли Тиму хайпануть на этом? Да пусть хайпуют, сколько хотят, типа, но я думаю, репутацию мою подпортили им. Ну, репутацию среди кого, типа, среди таких же, как мы, типа, взрослых плюс-минус, там, пацанов? Ну, нет, смотри, в принципе... В целом, как будто, как было, похуй, так осталось. Не, в Телеграме, типа, мне тоже много пишут, типа, всё, типа, я выкидываю там деку, типа, и всё такое. Я больше про то, что я связывался с магазинами, типа, там, с ребятами, там. Не буду говорить, магазы какие, но откажутся, это чтимо, вроде как. Вот, и посмотрим, что дальше будет. Ну, а вообще, сам как думаешь, чем это плохо? Вот твоя позиция. Ну, это рушит, типа, самокат наш, вообще, в целом. Да, знаешь, я молчу про российский, про всю эту индустрию мировую. Ну, то есть, бренды в натуре могут, типа, пропасть. И будет просто коммерческий самокат. Это круто же, наоборот. Ну, чем это круто? Нет, ты чтим, респект то, что они, видишь, делают дешёвые самики, и, как это сказать, выводят вообще самокат в массы. То есть, ну, у каждого ребёнка есть возможность купить, типа, за 5 рублей себе самокат и начать кататься. Это классно, да. Но то, что вот это, как там Максим Графский говорит, коровые вот эти все бренды, типа, из-за этого страдают. Ну, просто, например, доска АО скопирована, например, и в России те же ребята не будут покупать уже АО, и, соответственно, не будет у тебя поддержки. Ты там, например, ты не снимешь видео уже. Ну, я лишний от себя уж, как я малым и объяснял тысяч тимовцам, я говорю, пацаны, как минимум, ну, я денег не получу. То есть, я полжизни стараюсь, там, катаюсь, там, разбиваюсь, и потом вот элементарно, допустим, приезжают в России 500 досок, их вначале хоть как-то там более-менее покупают, классно, а потом выпускают такую же, их не покупают. То есть, новой доски уже не будет, эти останутся. И АО в моменте скажут, а зачем вообще в Россию АО завозить, если там не покупают, то есть, там, вот, тысяч тимовец, и все, грубо говоря. Просто все к этому и реально идет, и это не только АО, и Тилт, и остальные другие бренды. Ну, прикол же еще в том, что, ну, как мне кажется, ну, в целом, по-моему, так и есть, то, что в России самая большая самокатерская аудитория, и нигде не заказывают столько, типа, деталей, как в России. Ну, я тоже там разговаривал с людьми, они говорят, вот эти магазины, знаешь, буржуйские, там, ну, есть Скейт Про, по-моему, неплохой, там, Скутер Фарм, а остальные вот эти, они там... По мелочевке. По мелочевке, да. Ну, короче, да, ребят, не покупайте, пожалуйста, копированные детали, ты чтим, потому что в будущем у нас не останется нормальных брендов, поэтому, если вам не пофиг на будущее, то... Хотелось бы еще обратиться к чувакам из Тич Тима, чуваки, пацаны, ребята, дети. Это, конечно, классно то, что вас поддерживают, спонсируют, но всегда пытайтесь стремиться к чему-то более высокому, к чему-то более трушному и настоящему. Вот, чисто от меня посыл. Yes. Вот как ты относишься вообще к магазинам, которые продвигают это и продают, потому что есть куча инсайдов, что, ладно, открою карту, что Hellrite специально говорит Тич Тиму, какие детали лучше сделать, чтобы они круче продались. И вот то, что вот эта переписка с боссом, типа, вот, как-то... Да, видел я такое. Но я ждал, на самом деле, я снял вот эту историю про Тич Тим, я ждал команды от самых... от масонов, короче, сверху, ждал команды, типа, разъебывать Hellrite, но так и не дождался этой команды, да, не знаю, по сути, их можно понять, это же все коммерция, там же в Hellrite сидит дядька, которому вообще похую на самокат, ну... Он, блядь, денег зарабатывает, семью, детей кормит, его тоже можно понять, но, знаешь, так же можно и наркотики продавать. Ну, ты продаешь наркотики, у тебя есть деньги, ты убиваешь людей. Так же вот он, он продает дерьмо, убивает самокат, типа, да. Такое вот. Ну, просто вот та же история с Тич Тимом, что я выложил пост, райдеры Hellrite, почти каждый, репостнули это к себе, поддержали меня, поддержали тебя. Ну, не все удалили, по-моему, кстати, эти репосты. Да, они удалили все, потому что... Тихо удалили или прям? Ну, вроде, я не помню. Гена, по-моему, не удалил этого Артамона. Не помню, честно, типа, но... Я видел, он тоже написал, но он не удалял. Короче, Hellrite написали, что вот удалите с Сео вот этого поддержки. Ну, пусть рекалонь выгонят из них. Ну, короче, просто это жесткая тема, и вот, не знаю. Даже странно, что нас за жопу не взяли, типа, никак, я что-то не сделали. Ну, какой за жопу можно взять, через кого? Ну, вот, не знаю, просто вот, например, тот же Глеб из Кикли, типа, он выложил видео, он написал мне, сказал, типа, вот, там, тоже хочу, типа, видос запилить. Я сказал, да, да, делай, типа, окей. Выкладывает видео, потом всем пишет, что, типа, бля, сорян, там, его заблокировали у меня, а мне написал, что, типа, он удалил видео, потому что его взяли за жопу, типа. Вот, и, ну, это жесткая хуня. Мы в России живем, тут часто много кого за жопу хватает. Ну, ты, конечно, да. Что еще проточнил? Что думаешь еще? Да, обидно, знаешь, то, что страдают даже вот, вот, боссу, который вот, вот, у них есть же босса точнима. Мне кажется, он вообще похуй, он, может, даже про это не знает. Вот чуваки, которые за них катаются, они говна хлебнули, видишь, они на свой счет как приняли. Ты же их не шмырил, то есть, ну, Антон на туре никого из вас не шмырил, он просто, ну, хотел донести информацию до всех. А ведь, ну, а получилось то, что они хлебнули говна, жалко за райдеров, за всех, то, что вот они несут вот это все, они босса. По сути-то, это боссы виноваты. Пацаны-то, естественно, такие же малые, как мы, у которых, вот, у кого-то, может, нет варика, типа, купите самокат, он живет вот так же, как я в Королеве жил, и просто, ну, вот, он. Когда они катаются, потому что это единственный варик кататься на самокате, типа, он то же самое, что мы делают. Просто берется, что может, типа, ну, их нельзя осуждать, они вообще тоже не виноваты ни в чем. Короче, хотелось бы сказать, не осуждайте ребята с Тачтима, они в этом говне не виноваты. И вообще, посыл для всех, если у вас есть возможность покупать качественные детали, хороших брендов, которые в натуре вкладывают в эту душу, покупайте хорошие детали. Но если вдруг у вас нет денег купить себе доску подороже и помочь всеобщему развитию самоката, ну, купите Тачтима, ничего там страшного нет. Я тоже призываю не осуждать ребят, которые катаются на Тачтиме, ну, все-таки у всех разные возможности. Такой вот хотелось бы вам посыл передать. Я просто хочу сказать, чтобы покупали Тачтим, но не копированные детали, и все. Типа, все остальное, ноу-проблем, вообще, у меня претензий особо нету. Да пусть, кто хочет мою доску купить, у вас там, моя доска сейчас стоит там 12 тысяч, Тачтим стоит 9. Если вам не хватает вот этих трех тысяч, напишите мне, я там договорюсь, сделаем вам скидку на эту доску, да, без проблем. Лучше так сделать, чем помогать вот этой хуйне. Правда. Ладно, я надеюсь, это последнее, что мы говорили, по Тачтим уже все. Да-да, дуем. Он нарежет, как рэп-клип. Ты, наверное, хотел сейчас спросить у меня, где лучше всего научиться кататься на самокате? А ну-ка. Мне кажется, есть одна такая самокат-школа. Классно, называется Кикскутер Шоп Скул, Скул КСС. Я там сейчас, правда, не работаю, но там есть тренера, которые не хуже меня могут научить крутым трюком. Приходите, записывайтесь. Я вот только знаю, что тебя запрещали курить сигареты в видео, в историях, типа, из-за того, что ты в школе детей тренируешь. Я поэтому там и не тренирую только из-за того. Ну, по сути, это правильно. Я считаю, ну, потому что, знаешь, когда... Не, чувак, ты тренер, ты должен, типа, на своем примере показывать. Да, ты должен, ну, знаешь, это все тоже так было абсурдно. То, что жаловались родители, чьих детей я не тренирую. То есть, ну, какая им разница, что там где-то ходит кость козлов, который куриц сигареты, которые с их детьми вообще никак не пересекаются, ну, не общаются, ничему их не учат. У меня ходили маленькие детишки, ну, там, стритеры, которых... Все их родители меня знают, там, респектуют вообще. Там тоже истории очень с родителями их угарные были. Потом тебе расскажу. Как у Шурупа? Не, не, там... Блин, не такие, не вот это ваш пошляк. Там именно угарные были. И никто против ничего не имел. Ну, так в целом, да, я согласен, что какой-то... Какая цензура должна быть, когда ты тренер все-таки, как-никак. Ну, ты должен подавать хороший пример. У тебя, брат, в какую самокат-школу ходит? Или ходил? Скажи, пожалуйста, на камеру. Да ладно там. Брат Антона тренировался у меня в кик-скутер-шопе. Было-было. Да, и нет в этом никакой там супер-рекламы или что-то еще. Ну, просто так и есть. Ну, знаешь, лучше так, чем он... Блин, не хочу обсирать, пойдет в друг... Не буду называть другие самокат-школы, но пойдет в другие самокат-школы, где совсем иные тренера, знаешь. Я знаю, какие там в других самокат-школах есть тренера, которые, типа... Ну, Влад Березин хороший, Андрей Инофеев тоже тренер. Ну, как будто бы вот Андрей Инофеев жесткий был. Они только недавно начали тренировать, и знаешь, ну, я не думаю, что тут, типа, роляет какой-то там вообще, типа, про-райдер, тут роляет, типа, твой подход, как человек, типа, ну, знаешь, ты можешь хоть три флеера уметь, но я не думаю, что ты много чему ребенку научишь. Это же не только про трюки, это и про воспитание, и про характер. Ты же должен учить ребенка, типа, ну, элементарно, он у тебя будет реветь каждую ретренировку, ты же должен объяснить, ну, что-то, типа, нельзя плакать просто так. Дети плачут, вот, мне даже не плачут, что он падает, ты к нему подходишь, спокойно говоришь, все нормально, ничего нет, все с лицом окей, поднимаешь, он такой, а, да, все окей. А тут сбоку бежит его мамка, такая, что случилось, что происходит? И все, он взахлеб. Они боятся, вот дети, вот этой реакции. И знаешь, не каждый тренер это понимает, то же самое. Ну, я считаю, типа, так. Тебе когда-нибудь дразнили, Антон Гондон? Да, все, в школу. Переживал? Ну, сначала, да, потом привыкли, даже смешно было. Меня козлом называли, прикинь. Я раньше расстраивался, пиздец, как я такой, блядь, козел. Меня сейчас на улице говорят, какая-нибудь бабка идет, и, знаешь, просто так, козел, блядь. Я такой, на камеру повторишь, типа, она такая, блядь, один нахуй, козел, я такая, спасибо. В общем-то, по традиции, вообще, в каждом интервью, в каждом подкасте я задаю вопросы в своем телеграм-канале. Вот у меня там подписчики своеобразные, вот, все там, ну, анонимные, без фотографий, типа, поэтому позволяют себе много. Вот за это я их люблю. И вот они накидали парочку. Что-то страшное там? Такие, нормальные. Что, блядь, такое Double R-ски? Самый популярный вопрос, наверное. Это нужен Руб Буба. Без Буба не смогу ответить. Я до сих пор не знаю, что это, что... Я не выкупаю, что такое Double R-ски. Буба знает, я не знаю. Это он придумал или что это? Откуда это? Ну, он придумал, потом Токсис у него спиздил, вот это, типа, выкупи за Double R-ски. Да, и, типа... Токсис тоже не знает, он за Бубой просто повторяет. Один Буба знает. Ладно, связано... Буба и Максим Графский знают. Максим знает? Ну, Буба и Максим, это они придумали. Пиздец. А связано это как-то с Денисом Марским? А, так это в честь него. Я вахую. Ну, он тоже не знает. Ладно. Считал ли ты Шишу конкурентом? Ну, да, всегда. Да, мне кажется, ну, у нас это такая здоровая хуйня была. Ну, типа, я и Влад Шиш в свое время, у нас такой бифчик был. Ну, мы никогда другу не чморили, но всегда была такая здоровая конкуренция. Типа, ну, без него скучно было бы в свое время. Ну, без конкуренции, в принципе, скучно. И нет прогресса. Ну, вот. Как Андрей Нафеев можешь закончить. Без конкуренции. Здравый. Ну, всегда должен быть кто-то, с кем ты будешь, значит, вместе расти и вместе куда-то двигаться, стремиться. В моменте, конечно, скучно было. Влад Шиш так, знаешь, уже, типа, слабоват становился. Сейчас тоже что-то малым начал уступать этим плазобоем, что-то вообще уже. Хайп-хайп металл потерял. Ладно, как думаешь, а сейчас кто у Шиши конкурент? Сейчас? Ну, Данки Янг первый, это без вариантов. Да, блин, да, Шиша просто, ну, я говорю, в плане, типа, уровня или хайпа? Не знаю, просто. Ну, просто, блин, мне кажется, все по-разному уже катаются. И сложно сравнить Шишу с кем-то, потому что, как сказать тебе, нету таких, как Шиша, и в тот же момент Шиши как будто уже не может быть, как другие, типа, в этом плане. Он остался на своей волне, вон, той. Ну, он сейчас дабл барочки вот это все делает, но все равно он уже, знаешь, как отошел от этого. Вот он в другой штуке двигается. Ну, Шиша номер один всегда, но не у меня. Ладно, а у тебя кто конкурент? Вот если ты вернешься, не знаю, в катании, не знаю, в съемку, типа, видео. Да, блин, я уже вот в эти гонки, уже, я не в гонках. Это не для меня. Да куда гнаться, типа? Самая ненужная покупка в твоей жизни? Именно покупка или трата денег? Ну, давай трату денег. Блин, не вспомню. Ладно. Такое ярко выраженное, нет? Какое-то, чтобы прям я такой, бля, проебался. Наверное, такого, кстати, нету, потому что я всегда с умом трачу деньги. Ну, в детстве какие-то штаны и покупал, там, резал, и вот такой, ну, в блинах купил. А так, в целом, вроде, все с кайфом, нормально. Все, четко. Финансово, грамотно, я подск. Самый легкий секс в твоей жизни? Легкий это как? Ну, типа, не знаю, в клубе пошел познакомиться, типа, сразу же, там, я не знаю, что. Ну, просто, просто вот все, что у тебя в голове первое. Ой, у меня не было такого. У меня вот одна девушка всю жизнь была, Лиза. Я ее люблю. Все, окей. Почему тебя не было на MSKV баттле? Можно этот мем, типа, пиздобол? Ладно, шучу, ну, дабы такому вообще рассказывать, мне кажется, в интервью, это вообще жидко. Почему тебя не было на MSKV баттле? В смысле, не было? Ну, вопрос вот задали подписчики. Я же был, я победил, в финале увидите. Так финал уже вышел. Я, по-моему, не смог, у меня же либо операции, либо что-то... Я помню, я хотел, меня Максим позвал, вот, говорил то, что можете поигнать с пацанами. Но я в моменте такой думал, можно пригнать, вот, и что-то занят был. А без меня пацаны не поехали. Пацаны поехали разъебывать бы только, типа. Если бы вот мы участвовали, там бы уже другое дело. Уже другие. Ну, на следующий год пригласимся. Ну, следующий год мы уже подумаем, идти или не идти, понял, типа, какой, да. В этом году надо было. Ну, Степана могли бы позвать, Степана могли бы позвать. Ну, Степан бы конкуренцию составил явно. Ну, да. Ну, как минимум, блядь, я вот до сих пор хочу, чтобы он поехал, вот эту железную стенку там объехал просто во все стороны. Там, по-моему, только Илюха проезжал, да? Степан бы тоже проезжал. А он просто, вот, что думаешь про Москву батл? Да классно, интересно. Ну, единственное, хочется, чтобы, знаешь, как будто... Ну, вот, что мне в этом, в этот раз мне понравилось то, что не чувствуется вот этого, знаешь, запала, то, что типы прям гасятся. Вот, знаешь, смотришь Винтеринг иногда, и там такой, типа, пиздец, они прям... Чувак загадывает трюк, кто-то его не может повторить, но он каким-то просто хуйм его повторяет. И потом еще злее идет того разъебывать. У вас были такие моменты, но вот в финале мне, вот, допустим, мне понравилась Ленечка со Стасиком игра. Слишком, знаешь, как будто на дружеских, и как будто Стасику вообще, нахуй, не нужна была эта победа. Да, стас, блядь. Ну, да, хочется, чтобы все-таки типы боролись, которые вот прям готовы зубами выгрызать, чтобы там ты сидел уже седой, смотрел за этим батлом. Ну, вот, просто видишь, в этом батле, типа, да, мы все а-ля друзья, и никто не хотел друг друга крысить, типа, и жестко что-то гадать. Ну, а зачем нужен тогда Game of Scud? Идите так, сыграйте, типа, ну... Всем хочется посмотреть вот этот зрелищ, типа, разъебов, когда типы в натуре, ну, не то, чтобы в крыс угаситься, но чтобы интересно было, ну, и в тот же момент, чтобы они готовы были сдохнуть, типа, там, на победителя хотя бы повторить трюк. Ну, вот, все, в следующем году сделаем, чтобы именно... Нужно так. Жестко. Ну, вот это крысы-геймы тоже, конечно, типа, знаешь, нужно как-то фиксить. Ну, вот на баланс нужен свой. Сложно, наверное, да. Ну, все, в будущем у вас что? Тебе пояснили за Амири джинсы? Нет. А в чем мем вообще? Я не знаю. Я вообще, что такое Амири джинсы? У меня нет Амири джинсов. А это эти рваные, типа? Да, почему все пишут про Амири джинсы? Может, потому что я в узкочах один раз покатался, но это не Амири, это просто какие-то, типа, джинсы Федяна. Бля... Я их по приколу надевал, классно было. Все, это все вопросы. От души, душевного душа. Прям все? Ну, типа, самые нормальные такие я выбрал. И все. Давай еще парочку. Дебильных. Дебильных прямо? Прям дебильных. Это прямо самое более-менее адекватное? Ну, я не стал прям... Там было жестко, типа, я, во-первых, поудалял, потому что не соответствует правилу сообщества моего. Я понял, тогда ладно. Вот и... Ну, такие вот. Ничего страшного. Что еще? О чем хочешь поговорить? Какие планы у тебя, братан, на сезон? Буф. Ну, вот смотри, сняли видео Onyx. Хуй, наверное, когда оно выйдет, но так и так. Про Onyx уже слышали миллион раз. Про Onyx уже вышло. Уже вышло, да, к этому времени уже вышло, наверное, когда интервьюует. Спасибо, Алексей. А, я забыл, блядь. Если Максим Графский на премьере Onyx рэп не зачитает, он пиздобыл. Да, он обещал. Да, прям зачитает. Вот давайте поймаем его. Максим. Не в обиду, но я пиздец жду. Если не будет рэпа, я вообще расстроюсь. Хотя бы один трек. Да будет, Максим. Давай вместе что-нибудь зачитаем. Как там? Все мои хоми сказали на пэгах. Хуй сосу. Пойдет, пойдет. Дабл пэг на хард 3. Че-то я не могу. А дальше? Хоффман, Уильямс, Дакота, че-то там. Рочет. Че, блядь, нахуй? Нахуй, пэга, хопчик. Хопчик? Хопчик, вроде. А не хочет? Я не ебу. Похопчик, вроде. Короче, ладно. Че, планы у меня какие? Видеоблоги, интервью. Ну, хотелось бы еще один парт снять нормальный. Типа, вот, не знаю, этот парт такой, если мне не особо нравится. А что думаешь еще вот по уличным движениям, типа по стрит-джемам? Че, как у нас? Когда-нибудь и не появится? Или думаешь? Да, мы все, мы делаем. Мы будем делать... Вот помнишь, как пултинг-джем, типа тот же? Нет, стрит-джем. Не пултинг-джем. Да стрит-джем. Кто нам разрешит стрит-джем делать? А кто вам его сейчас запрещает делать? Ну, так же мы думали с кикмитом, когда с мамат еще забрали два раза на споте. Ну, это, блин, вы делали его в центре, а сидел от нее в центре. Ну, это как... Вот как люди приедут, типа, а-ля? Ну, это жалко. Что, как они проедут от кольца вниз, там, 15-20 минут? Ну, вот, не знаю. Ну, тут, типа, видишь, вопрос в том... Никто просто не делает, но никто и не пробовал. Возможно, никого не заберут. Ну, возможно, что это пробовать? Типа, если на андеграндовских спотах. Можно какую-то альтернативу придумать. У меня есть вот пару идей, я, возможно, попозже ими поделюсь. Но не сейчас, чтобы, ну, не сглазить. Или кто-нибудь не спиздал. Вот есть классная идея на будущее. Да, и хотелось бы, на самом деле, тоже с 3GM какой-нибудь попробовать. На похуй, знаешь, типа. Ну, типа, еще готов просто съебаться и все. Типа, сделаю. Нужно просто делать так, чтобы... Артема Щербакова, да, ты орал? Вот, да. Нужно, короче, чтобы не было главного. Если даже кто-то доебался, такие, типа, кто главный? Ну, не хватает, как будто, знаешь, без 3G... Собираемся на центральной площади и самокат. Ну, это тоже страшно. Типа, без 3GM как будто какая-то душа, вот, немного самокат, типа, ходит. Все-таки с 3GM это очень классно было. Конечно, да. Хочется. Либо можешь какой-то, как, коалишин русский сделать. Ну, это вообще жестко. Ну, а что? Ну, типа, вроде дядик, тетик, взрослых хватает, там, если все объединятся, какой-то сделают, типа, бюджет, там, допустим, 2 сотки, 3 сотки. Тусовок тоже хватает, даже более чем. Ну, вот на аутсайде 2, типа, сколько видосов, там, Капель, детский самокат, там, мы. Ну, и, допустим, у вас еще ОНИКС видео, это уже 4 жестких, типа, тусовки, 4 жестких видео. Еще парочку, там, фристайла рандомных, извините, если кого-то не назвал, там, забыл. Вот, и все, и вот уже конкуренция, типа, чем не русский калишин. Ну, вообще, да, было бы круто. Ну, это людям дало бы тоже, знаешь, второе дыхание, вот это, это бы интересно было бы. Ну, или вот, как я Максиму каждый раз датираю, говорю, когда мы снимем видео, которое будет называться, типа, Россия. Ну, не знаю, а сейчас актуально ли это название, вот это все, типа. Да, но в целом хочется, знаешь, снять вот это московское видео, где будут, типа, именно все. Вот просто. Вот не хватает сплоченности. От каждого, типа, ну, снять Никите, там, Ростакова, два трюка, Степе, там, два трюка, там, мне два трюка, тебе два трюка. Каждому снять два трюка, блядь, все. От каждого крутого райдера вводите видео на 40 минут, типа, пиздецовое. Не хватает движ сплоченности в комьюнити нашем, самокатерском. Вот, типа, все срутся, все другую хуесоси. Это, типа, бифы Москвы Кулбойса с кикскутер-шопом, там, какие-то футболки. Я уже думаю, блин, когда я все это установлю. Да это, это бред, это, это ладно. Да, я про это и говорю, типа, никто вроде негативно к этому не относится, но просто уже как будто хватит, типа, вот это все. Я, я предлагаю просто хуесосить, ты чтим, и все. На этом можно, типа, годкорб спиздили футболки у Москвы Кулбойса, хуесосим, ты чтим. А Москва Кулбойс спиздили у годкорб, а там, блядь, блядь, не знаю, кепки, хуесосим, ты чтим. Вот это классно, типа, да, друг другу уже вот эти все бифы в пизду. Либо как-то это уже на хайпе, в натуре в клетки переносить, в клетках драться, типа. Давно у меня мечта такая, чувак, сделать, это вообще было. Это и сделаем. Вау. Бля, вот я говорил, не надо было ему водного давать, что с ним встал, он сидит, молчит, блядь. Мне реально нужно просто печеньки вот так лавать и все, и молчать. А ты там помолчал перед этим, достаточно, но это вставим нормально. Я вообще Данки Янгов в КСС хотел в свое время впихнуть. Очень сильно он, ему было там лет, наверное, вообще козявка, он был еще не таким высоким. И круто катался там, Ванэти Ви Барочки, все там. У меня на Пресне был клип, он Ванэти Ви Барки ступеник делает в плазе, но пофиг. Там Бартвистами где-то дропал. Мы снимали видос, все вроде здорово было, я хотел очень сильно, вот знаешь, как с горшком, как Степой. И Данки Янг, возможно, даже один из самых первых был, вот он с Элисеем тогда. Сюда первый. Да, вписался. И мы почти сняли видосик, и что-то, короче, в моменте его начали рофлить вот этот Элисей, по-моему. Ну, как всегда, Элисей в каждой бочке, затычка вот это. И он, короче, говорит, все, это ссори, типа, ну у нас с ним вообще ссор не было, говорит, я не могу кататься. Там начал еще с кем-то кататься, не помню, как тусовки начинались. А мне обидно так стало, думаю, блин, я же вот хотел его в КСС, это все, это видео, и такой, думаю, ну пофиг. И, короче, забил на него, и он говорит, со временем, говорит, скинь мне видео, такой, окей, скину. Что-то забил, он говорит, скинь видео, такой, блин, скину, и забил. У меня бывает такое, знаешь, вот забываешь клипы скинуть, может, я не один такой. И в итоге я так полгода что-то его игнорил, и он в моменте перестал меня просить об этом, а я что-то думаю, ну и похер, значит, не нужен ему. А потом все эти кадры потерялись, и он вот там сколько, миллион лет таил какую-то обиду вообще, блин, постоянно мне говорили, что он херососит, там за это мне вообще, я к нему хорошо отношусь. И относился, и хорошусь, блядь, и относился, и отношусь, короче, да, все, уже весь день снимаем устал. Вот, и были такие недопонимания, сейчас вроде нормально. Да вроде нормально, да, сейчас вообще ничего плохого в твою сторону не слышал от него, поэтому нет, все четко. Мне часто просто чуваки пишут, типа, блин, знаешь, скидывают свой клип, а-ля, помоги там, попади, вот это все. Чуваки, если что, я не тимменеджер в кикскутер-шопе, и я уже сюда никого не могу впихнуть, выдвинуть, вот это как-то чисто, потянуть братиков, у меня уже на этом все закончилось. Горшок последний был. Кого я пытался сюда вот впихнуть, как-то по блату, но сейчас вот как раз мы набираем команду, вот, только, по-моему, не московскую, а региональную. Вот, хотим помогать ребятам с регионов, вписывать их в наш КСС, не знаю, как он там называется. Короче, набрать регионов, помогать ребяткам с регионов, чтобы пацаны, у которых нет вариков, кататься на крутых самокатах, которые живут далеко, но у них есть талант, вот, хотим таких поддерживать и халповать. Это правильно. А ты был в Трипе когда-нибудь? Наверное. Ни разу не был в Трипе? Ну, прям, чтоб Трипе. Ну, в Питер ты, ну, ты что, ты из Питера жил? Я в Питере жил. А у Onyx не было Трипа за весь сюжет? Нет, что нет. Ну, типа, вот только мы в Тулу, типа, ездили с Максимом и Ильюхой, и все. Блин, это классно, вот, серьезно, я советую прям, побыстрее. Я думаю, да, мы летом что-то хотим. Ты затираешь Барса, 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 да, блин, я кроме Барса много где был в Трипах, и это было вообще не хуже. Понятно, Барса, что прям, воу, но, типа, я и там, и в Екатеринбурге был, и, типа, в Ставрополе, и это не хуже, это тоже, типа, круто. Не, просто по России, типа, мы и с Ленчиком, и в Псков ездили, еще куда-то ездили, и с Максимом, и с Илюхой, вот, в Тулу как раз-таки ездили. А прям, чтоб Трип-Трип, я не знаю, ну, не могу, наверное, это назвать Трипом прям. Прикинь, басик снять. Ну, это пиздец уже. Да, наклеечку наклеить, вот это, вашего, там, без разницы, там, КСС, Соникс, там, да что, за что бы они катались, к наклеечку, чисто кто-то за рулем, всей бандой на спотике остановились. Вот такого не было. Такого не было. Да, вот это, конечно, это мечта каждого, знаешь, это вот уже номер два. Но этому всему не быть, пока вот, ты чтим, будет все у нас пиздить, забирать все деньги брендов. Вот покупали бы побольше, допустим, русских деталек каких-нибудь, ребят, которые вот берут там кредиты и так далее, стараются делать свое, вот. Покупали бы вот эти бренды, которые стоят там на 2-3 тысячи дороже, чем Тачтим, и тогда вот вы могли ездить в Трипы, снимать видео крутые, которые ребята будут смотреть и расти на них. Так это без угара, Тачтим, все просто рушит, это все взаимосвязанный, чувак. Покупаешь Тачтим, умирают другие бренды. Они начали, отлично, они начали вообще супер шикарно, они начали вот с того, что они помогали самокату развиваться. Но ушли куда-то. Сейчас они тоже помогают, но они вот уже начинают, как, знаешь, и помогать, и в тот же момент, и под себя, и под всех копать, и просто всем уже мешать. Не-не, вот просто взаимосвязь, просто почувствуйте, ребят. Вы покупаете Тачтим, от этого они получают русские бренды. Русские бренды не могут спонсировать райдеров, райдеры не могут снять видео, которые, блядь, вам нравятся, и из-за этого, например, там, какого-то райдеры выгонят из команды, например, там, они сделали tilt, выгонят там. Ну, какой-то мужик останется с кредитом, разоренный. Да, и типа, от этого потихоньку умирает бренд, пожалуйста. Давай смотри, как с этого посмотрим. Представь, если не будет ни блантов, никого, вот все бренды вымерли, остался только Тачтим. Ну, это пиздец. Это же будет все неинтересно. Пиздец, все. Ну, а... Я буду свои детали делать, мне похуй. И буду только на своих деталях. Только на своих деталях. Да, вообще похуй. Ну, а к этому и идет. Поэтому мы призываем всех. Как я и говорил, если у вас есть возможность купить доску на 2-3 тысячи дороже, пожалуйста, сделайте это. Если у вас нет такой возможности, можете кататься на Тачтиме. Базару нет. У кого нет возможности покупать дорогие запчасти. Я не осуждаю тех, кто на этом катается, потому что некоторые даже не понимают. Они не смотрели это видео, они ничего... Они просто написали купить самокат и купили. Поэтому тоже призываю вот ребят, которые, не дай бог, чморят там вот этих малых детей на Тачтимах, этого не делать. Потому что они это, возможно, делают неосознанно. Но те, кто осознанно думают, вот куплю эту доску, паленую Костю Козлова за 9 тысяч, а не оригинальную по скидочке за 12. Ну, она уже, наверное, не по скидочке, но бог с ней. Вот. Вот таких, конечно... Нет, да, это пиздец. Жидкая тема, да. Что еще, Костя? Да, хуй знает уже, что из головы все вылезло. Да это надо, говорю, такое пивко чисто, сигареточку там, что-нибудь... Кальянчик чисто покурить, на кайфе чисто пообщаться, на нейтралочке. Можешь так в подкастике уже. Вроде все, что надо, обсудили, в принципе. Кому мне в следующем интервью прийти, как думаешь? У кого взять? Да. Ну, Влад Шиша был бы классным, послушать его. Что у него там с Ариной Брабус происходит. А то что-то все в непонятках. Друзья они или не друзья. В лучших друзьях есть у него? Я, да. Все видел там? Конечно. Вот, да. Непонятные. У Влад Шиши, у кого еще можно? У Андрея Нафеева взяли, ну, такое что-то сыроватое какое-то, как будто. Он тоже шпрот, да. Ну, вот я жду, кто-нибудь, что кто-нибудь предложит из такого. Мне нужно, чтобы кто-то у тебя брал, понимаешь? Ну, да. Я его тоже ждал, когда ты меня уж позовешь. Пришлось деньги ему платить, чтобы он меня на интервью взял. Все свои бабки отдал. Когда же мне уже деньги будут заплатить все? Если вот без угара, чувак, я снимаю видеоблоги, ну, в никуда. Да, типа, не то, что в никуда, а просто именно не получаю фидбэка в виде денег, типа, радуюсь цифрам, да, типа, зрители смотрят, зрителям нравится, типа, мы стараемся, но я не получаю денег с этого вообще абсолютно. Типа, если раньше была амортизация, типа... Мы все так на самокате катаемся, типа, и нормально кайфуем, но тут такое обычное происходит. Да не, просто раньше-то за те же видеоблоги, типа, даже на то время с маленькими цифрами я получал, типа, ну, там, 20-25, типа, 15 тысяч в месяц. А сейчас? Ну, из-за монетизации, да? Да, я просто вижу, типа... Переходи, блядь, на... Не буду делать рекламу на другие площадки, там, типа, если ты хочешь денег. Не за это, да вот именно, что... Вконтакт иди, там будешь деньги. Нет, это... Там есть монетизация, нет? Ну, там, мне пуху, я не пойду туда, нахуй мне надо. Ну, вот, видишь, типа, ЧБД перешли на ВК, блядь, все, выпуски не выходят, какая-то полоза лупняк, что-то, типа, прям, вообще такое. И вот было бы просто, можно было бы такие проекты мутить, чувак, если просто монетизация хотя бы была. Ну, вот у меня было видео, я же мать, которое давать 3 миллиона набрало. И там реклама была? Там, ну, типа, да, монетизация была какое-то время, но потом отключили. И вот я за сколько, за 3 месяца 400 долларов накапывала. А потом все, пум, и у меня отключили всю монетизацию. Вот, видишь, типа, с одной я же мамки 400 долларов просто. Нормально. Ну, и типа, блядь, такое можно было бы делать, чувак, а МСКБ клетка бы уже завтра появилась. Ну, это, кстати, нормально по просмотрам было. Да и пиздец, короче. Ну, вот так и живем. Ну, хотя тоже, знаешь, у нас аудитория самокатерская. Вот это я же мать, это смотрят все подряд, типа. А именно, вот видосы, ну, есть какой-то, знаешь, предел. То есть, какой бы там ультра клип ты не выпустил, какой бы ты там стексит, не стексит не был, все равно есть там 100 тысяч, 150 самокатеров. Дальше, вот когда у тебя клипы набирают. Вот я недавно в VIP вот этот флэт выложил, смотрим. Там почти лям, ну, типа 1700, ну, там уже 600-700. И там в основном какие-то, типа, крымские, типа, тёлки там, блядь, хуй, ёлки, пацаны какие-то. То есть, знаешь, уже не самокатерская аудитория, просто людям понравилось, типа, в этом плане. Мне кажется, самокатерская аудитория на каких-то цифрах у тебя уже останавливается, типа. А дальше это просто, знаешь, какой-то, просто выстрелил, типа, в массу. Ну, вот возможно, ну, хорошо. Это даже прикольно, потому что, знаешь, люди больше ознакомливаются так с самокатом, типа, в массу его приходят. Ну, вот интервью, например, с Петей Бондарем, 250 тысяч просмотров. И, типа, ты думаешь, это все самокатеры, разве? Ну, плюс-минус, да. 250 тысяч самокатеров, блядь, есть у нас? Детей, да. Ну, Петя Бондарем, ебальник, ничего себе, мизинь. Ты не представляешь, ты что, гонишь ко мне там на тренировках, вот я там на сезонах работал, подходили просто. Петя Бондарем, это это. Я говорю, у меня номер есть Петя Бондарем, такие, блядь, продай, пожалуйста. Я Амина переименовал в Петя Бондарем, его номер всем детям давал, он говорит, ты заебал. Я говорю, звонят. Это очень, ты можешь просто сказать, у меня вот носок Петя Бондарем, его купят. У него сейчас, у него имя имеет большой вес, типа. И весь Райд Экшн держится за счет вот канала, вот этого Ютуба Петя Бондара, вот он сделал, типа, на Ютубе. Мне кажется, если ты сейчас откроешь тоже магазин свой, типа, самокатов, и назовешь его как-нибудь там, похуй как, типа, прошпу, он тоже прошпу, да похуй как вообще. Он тоже вот за счет Ютуба может работать, за счет всех. На шорцах, или как шорцы, там же пиздец, он вывозит, там очень много, типа, просмотров. А ты видел, это Петя Бондарем, этот экшн геймс, вот эти-то? Да, какая-то такая полузолупняк, на самом деле. А знаешь, в чем прикол вообще этого? Короче, мы с Максимом, когда думали москвы баттл делать, у нас в спонсорах, как ты видел, нету магазина, а должен быть был Райд Экшн. Мы с Петей договорились на 120 тысяч рублей, что он нам платит за это. Что там интеграции, везде Райд Экшн, у меня на канале, типа, вот, 8 видео, типа, везде Райд Экшн. Ну, Райд Экшн помогал вам тоже, типа, похайповать вместе. Ну, типа, да. Классно было. Вот. Но самый прикол в том, что Максим заебался, сделал огромную презентацию, как это все будет выглядеть, вообще до мелочей, все именно, ну, просто на тарелочке Петя дал. Вот так вот. Извини, пожалуйста, Петя, что вы можете это рассказывать, не знаю, посмотришь ты или нет. Ничего страшного. И, короче, Петя такой, да, да, базар, через три дня скину, типа, на карту, просто мне на карту сказал, скинете, и тогда, вот, и Илья Файзулин работает в Райд Экшне, он потом приходит к нам, рассказывает, говорит, типа. Илья Файзулин больше там не работает теперь, после этого выпуска. И он говорит, типа, я прихожу, смотрю, огромная доска, на которой написаны Райдеры, что-то хуйня, в этом веник, который снимает Винтерин как раз-таки, вместе с ними там что-то сидит, они что-то обсуждают, Илья такой, не придал значения особо, и похуй ему. А потом выходит афиша экшен-геймс, и, ну, мы понимаем, что, блядь, презентация Максима, то, что Максим сделал, типа, то, что Винтеринг, да, это, блядь, ну, мы поэтому MSK Battle изменили абсолютно, чтобы не быть похожими на экшен-геймс. И мы видели, как торопится Петя, торопится все, вот, Райд Экшн весь торопится, чтобы сделать первее нас, чтобы мы в глазах, там, не знаю, людей казались, что а-ля, как будто бы мы спиздили. Может, просто у них какая-то, типа, не знаю, конечно, как это, там, правда-неправда, как, что это, чтобы никого не обидеть, чисто вот из твоих слов исходя, может, просто, типа, им важно, чтобы они вот в этом медиапространстве были всегда на цифрах, на первых, типа, может, так. Я вот тоже недавно хотел Ваньку Соловьеву видос снять, ну, знаешь, кто это был. Он кататься прикольно начал, видел, он, типа, в стриту вот эти, там, трак, вип-бары, фейки, ну, интересно выглядит, такой, типа, Томми Кристианом в молодости, он же так катался раньше. Говорю, Ванек, давайте сниму, там, один-два дня, парк-теджик такой красивенький, с твоими трючками, вот этими всем, там, такая стрит-съемочка, типа, ну, и денег чуть подзаработай, думаю, Петя не обидит. Он говорит, да, без проблем, что там, цена вопроса, я говорю, 15, типа. Он говорит, это с монтажом, я такой, типа, ну, да, мне похуй, ну, если мне интересно, я, типа, сниму незадорого. Он, откуда, да, написал Пете, и потом мне пишет то, что, типа, сори, скорее всего, Петя не выделит бюджет, потому что там, типа, никакой интеграции не будет, типа, там, магазин, детали и так далее. Типа, ему очень нравится вот эта все съемка, хуёмка, ла-бла-бла-бла, но это все упирается, видишь, в коммерцию, типа, ну, им нужно, типа, потому что, если они выпустят просто видео без вот этой какой-то, там, интеграции и так далее, и оно может меньше набрать, им, короче, нужно работать только на подписчиков, очень сильно. Им это все нравится, но это видео может и в канал, понял, статистику скинуть. Пиздец. И в это все упирается, и, возможно, в вашем этом приколе. Я написал Пете тогда, я вообще реально охуел от жизни, что вообще такое возможно, типа, я думал, он такой способен, ну, ты чтим, похуй. Но, что, тот Петя, правда, не ожидал. Он вообще, типа, я с Петей много общался, типа, и когда с КССом были какие-то разногласия у него и так далее, вот, он не всегда, типа, гнал против КССа то, что, так нельзя, как КСС, так не это, не слушай, не делай, не это, они делают, там, не так. Ну, и, типа, если он так сейчас поступает, то, грубо говоря, он то же самое тебе делает. Ну, вот в мои глаза. Ну, он оправдался тем, что, типа, да, блядь, у меня, типа, давно идея была, типа, а-ля, вы, там, не вдохновили, не вдохновили, типа. Ну, просто сам факт, что, если давно идея была... Вы забили же насчет этого, нет? В плане? Ну, вы прям договорились, что все вместе делаете, или это просто было... Конечно, все, он говорит, все, я могу переписку показать, чувак, спокойно. Ну, одно дело, мы с тобой сейчас МСКБ клетку обсуждаем, мы не договариваемся, и потом год Корп клетка будет. Это, знаешь, так, типа... Нет, тут ноль проблем. Ну, нет, тут тоже, как бы, общались с пиддами, но не так сильно, а другое дело, мы по рукам бы дали. Сейчас, что мы вместе сделаем, прям такие, все, договорились, а потом я один делаю, вот это уже вопрос, типа. Чувак, ну, Максим сделал презентацию для этого, это не просто так, потому что Петя согласился, типа, вся переписка есть, и... Ну, блядь, ну, это как-то ебанно. Ну, типа, можно было изначально сказать, типа, бля, братан, крутая идея, типа, да, у нас тоже это в голове, типа, поэтому, сорян, типа. У меня Петя Бондарь в детстве выиграл в Game of Scud. Видел вот этот гейм наш супер, где я малой еще в парке катаюсь. Это не помню. Короче, есть гейм у нас, у меня в КСС парке на Павелецка выиграл. Я там катался, типа, два раза за всю жизнь, неприкатанный. И я выиграл там двух паркеров, стритер, типа, он еще малой был. И ворвался на вот этот финал, и мне там уже сказали, типа, сразу там, КСС-ские пацаны такие говорят, ну, тут уже Петя тебе не даст, говорят, подышать, типа, все выебит. Он меня выиграл там вообще страшно, 6-7-1 или 6-1, не помню. Я в детстве такой обиженный был, думаю, блядь, я у него реванш возьму. И когда уже прокачался, я говорю, Петя, давай гейм с ними что-то, и он такой, не-не-не-не-не. И все время хотел вот этот гейм. А сейчас уже вырос, и похуй на гейм, все время думаю, бля, вот Петя Бондарев в клетку бы вызвать, типа, это чисто вот спортивный интерес, реванш, блядь. Петян, давай ногу восстанавливай, идем в клетку с тобой. Да без угара, я говорю, блядь. На денег не хватит, никто не будет, типа, это делать просто. Можно все проблемы решить клеткой. Да нет, проблем-то никаких нет, и так по приколу. Ну, типа, мне вот было бы интересно либо с Владом Шишей, либо с Петей Бондарем, типа, подраться. Как будто, ну, хуй знает, с кем еще это можно. Ну, это можно сделать вообще, но это очень сложно, по бумагам договориться, чтобы это какие-то права не нарушало законодательство. Там еще же медицинская вся эта тема. Конечно, типа, должно быть, там, не знаю. Не, ну, можно это как на приколе сделать, типа, знаешь, просто как, типа, на перчатках там во дворе подрались, но если это как-то наберет и что-то еще, там, могут вопросы. Да, это, конечно, проблемы могут быть. Если, не дай бог, там еще где-то напротив будут дети несовершеннолетние, они же не имеют права там находиться, типа. Короче, видел видео, где Сульянов, вот, в релсе что-то там, у них по ММА все подрались, и кто-то на этот, в октагон ребенка вывел, и он там такой закатом говорит, вы чего, типа, охуели, меня же тут, блядь, штрафанут, там, пиздец, типа, не имеют права, кому 18 лет, нет, да, находиться в этой всей заварушке. Хотя, вон, типа, чеченцы устраивают, там, Рамзан Кадырова, бои, типа, у него там сыновья, там, у них, по-моему, ММА же там детские есть, там, малые, которым, типа, по 9 лет дерутся, именно, вот, как ММА в перчатках, вот, от лица другу разбивают, у них это, типа, нормально. У них там, наверное, и эти, права другие, законы. Сколько же Гала не слушаю, вот, то, что он говорит, вот, этот хайп весь дерьмо. Вот, что думаешь, типа, если вот, раньше на хайпе был я, там, шиши, допустим, вот эта металлика, все там, длинные волосы, скриш прыгнул, там, уродск играет. Потом, вот, допустим, я поломался, там, вот, это все время прошло, сейчас модно вот это, не урок, не джазик, типа, там, ножку подогнул, это сделал, в битик попал. Не, мне это все нравится, это все классно выглядит, вообще шикарно, вопросов нет, там, те, кто это задает, допустим, кто там, от Егорика, все это идет. Ну, от Егора, да, я думаю. Или Жан, там, первый придумал, там, пишите уже в комментариях, кто первый с таксида вот этот трюк сделал. Или Жан, как он правильно называется, трюк. Короче, вот, да, кто это задает, эту моду, блядь, классно, вопросов нет. Но вот, кто это повторяет, типа, во-первых, еще хуй так, кто повторит, как надо. И, знаешь, бесит то, что по шаблону жестко все двигаются, блядь, все как один, типа, этот, вот это вообще. То, что все как один выглядят. Ну, типа, Максим Графский вообще катается, ну, не то, что как все, там, блядь, так единица просто, боевая, вот эти его там. Кстати, Крюки, да, которые сейчас модные, он же начал делать. Да, он же начал делать чувак, что очень давно. Я помню, такой, думал, что за хуйня, на доске скользят, сейчас, блядь, пиздец, модный, охуенный трюк на самом деле. Я помню, его еще Джек Маунт, там, лет восемь назад в Америке делал, блядь, я не понимал, что это за трюк. Ну, не знаю, мне просто, мне не то, что бесит, я просто понимаю, что это настолько глупо повторять, типа, например, ну, за тем же с Тексидом, типа, за Егорем. И когда ты видишь, что пол Питера одевается точно так же, как Егор, когда пол Питера точно катается. Ну, вот этот чел, который ты сказал, Тима Фобб, плакали, Тима Фобб, какой-то там, этот. Ну, не, он, наверное, на одной волне с Егором, типа, он не копирует, типа. Ну, они выглядят одинаково, типа, прям очень жестко. Ну, блядь, чувак, так, ты в Питере... Так сейчас модно, да, типа? Ну, да. А в Москве так не модно? В Москве что ж тогда нет? Да, конечно, тоже модно, типа. Ты посмотри, ну, sorry, без негатива, но OG карточка, блядь, Гена Артамонов. Не, ну, он же карточка какой-то, он уже, знаешь, он какой-то вот в натуре, он уже как будто не за ними, Костя, а за плейбой-карте, блядь, куда-то уже, типа. Если он в шубе скоро поедет, это уже, типа, вот. А как он на чере, блядь, в кожаных джеках катался? Это на слабо, я же в ускачах был, я говорю, слабо, мы с ним забились на черву, в ускачах приехали, мы руки пожали, и он еще и в кожаных приехал. Это мы с ним просто поспорили. Он такой, говорит, Костя, нормально, такой, ну, блядь, да, типа, сойдет. Ну, короче, я считаю, что реально... И что, вот, ну, окей, типа. Это не круто, потому что, блядь, ну, ты нихуя нового не приносишь, и, блядь, ты не повторишь за оригиналом, ты все равно, ты копия, блядь, а копия, ну, нахуй, никому не надо. Ты лучше придумай что-нибудь свое, что-нибудь новое, и пусть это будет тоже трендом каким-то. Но это намного круче. Я недавно смотрел этот хологрипский подкаст, где они, типа, сидят, я не знаю, как их звать, там, кто-то из хологриппа, два типа, сидят, смотрят видосы, и они вот Red Spring смотрели, и они в конце видоса сказали то, что классно, что в видосе супер разные люди, и, типа, вот, видео передает, что там кто-то так катается, кто-то так. В принципе, как я и хотел, то, что есть типы, которые не умеют там жестко гасить, кто жестко гасит, все по-разному выглядят, они вот это респектанули, типа. И вот хотелось бы, знаешь, чтобы тоже сейчас чуть-чуть вот этого, какой-то изюминки побольше было. Как раньше, когда мы начинали кататься, не было ни парка, ни стрита, блядь. Кому-то по кайфу вылететь, там, вот таким терндауном жесточайшим, он вылетает терндаун, потом туз пик поперили, там, вот это все. Это круто было. Ну, знаешь, как вот Ричард Зелинка сейчас неплохо катается. Может, не по стилю не всем вкатывает, но в целом то, что он, ему по кайфу вылететь в эйр, он вылетит по кайфу в подушку, там, это, это. Типа, вот хочется, чтобы побольше таких чуваков было. В России живем. И что по стилаку думаешь, когда он поменяется? Что следующее будет? Я у OG-карточки недавно спросил, говорю, сейчас модно вот это, New Rock New Jazz, там, фоткаться у стены, вот так. Кстати, скажи, напишите в комментариях, как называется, когда ты вот голову опустил, ногу на стенку поставил, и вот так, типа, сфоткался. Напишите в комментариях, пожалуйста, как это называется. Я педик в комментариях. Мне кто-то говорил, что вот это значит, я пидор. Кто-то из малых. Короче, да. И OG-карточка сказал, что сейчас модно New Rock New Jazz, а следующий этап это архивчик. Так уже все. Я пытался узнать, что такое архивчик, он говорит, ну это когда ты из секонда покупаешь шмотки, не как у всех. Я говорю, ну, блядь. Я вроде, типа, так всегда делаю, так, плюс-минус, там, как шо по кайфу, он говорит, не-не, по-другому. Я говорю, а как, что за архивчик тебе? Именно просто старые вещи, типа, которым, блядь, 10 лет. Вот, типа, как Лёха в одном кодаке стоит. А, как сейчас джинсы вот эти еще делают, типа, цвета вот этой полугрязи, типа, вот этой баллонной. А, типа, под архивчик. А, архивчик, это типа с Алиэкспресса шмотки, которые сейчас заказывают с Валбереса, вот эти джинсы. Да, оно, оно. А, как там, блядь, альтушки вот эти, да? А, ну, альтушки. Я хуя, я не знал, что это такие слов значит, блядь. Знаю, знаю все. Меня недавно, мне еще знаешь, какое слово недавно рассказали, блядь. Степ, как назовут вот этих бородатых мужиков, которым, блядь. Скуфы, вот, Скуфы. Это Максим, блядь. Я думал, что это сжигал, короче, все время. Это вот как Максим, типа? Максим, он тебя Скуфы назвал. Да он сам в канале своем называется Скуфы. А, да? Конечно. Я думал, это какие-то там, или мужики, которые там баб пиздят, там, такие, нет никаких телок, никого секса. Наоборот, это вообще. World of Tanks, там, вот это. Это вот это, да, это оно. Ну, вот Скуфы узнал. Что еще, какие слова? Блин, может, конкурс со шкурками, это кто больше молодежных слов напишет? Ладно, уже так придумали. Но я стараюсь, видишь, сколько мне лет, мне 25 уже, 26 будет этим летом. И я стараюсь, типа, в строю оставаться. Вот это, не рок-нюжазик там, Скуфы, балансиага, архивчик, блэс. Я себя чувствую молодым, на самом деле, вообще все, похуй. Ну, просто, ну, вот эти все слова, типа, ну, это какой-то дрочиловый малолетний, типа, знаешь, ну. Давай про план этого и услышим вообще. Что ты думаешь, что у тебя, может быть, запланировано что-то на какой-нибудь ближайший, там, 25-й год или сезон 24-го? Сейчас скоро будем стартовать с кое-чем интересным. Вот, я там буду тим-менеджером, получается. И, возможно, даже буду кататься за эту штуку. Это прям новый бренд какой-то. Отчасти, да, наверное, да. Новый. Ну, для меня точно он будет новым, типа, он будет... Короче, да. Ну, я сейчас просто все раскрою, вот. Да, вот с этим хотелось бы работать вот в роли тим-менеджера, посмотреть вообще на себя. Как вот я смогу собрать вот это все. И как оно получится. Да, такие планы на сезон. Потом насчет годкор по плану. Хотим снять Red Spring 2. Вообще мечтаем. Хотелось бы, блин, не знаю, буду ли я там уже на этот раз, но хотелось бы увидеть там побольше новых лиц. Максим Градский, жду тебя, брат. Один-два клипа должны быть, но чисто по-братски. Даджи, а когда тебе можно кататься-то вообще будет? По прогнозам каким-то твоим? По моим? По-хорошему, типа, в конце осени. Это прям по-хорошему. Можно осенью начать, но это такое, знаешь, уже... Ну, как будто порисковать четвертый раз. Не-не, нафиг. Я буду кататься. Я, может, даже и зимой не буду. Я буду кататься, когда у меня нога будет, как у Яны Варлана каменная. Вот так, да. Короче, вот, да, Red Spring 2 снимаем. И, наверное, дальше загадывать не хочу. Вот, пока что только это. Ну, может, еще что-то, но я забыл. Устал уже. Вот, а дальше посмотрим, дальше все, сами увидите. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Рубабуба. Это мы поняли. Кто своровал Трусы Суприм? Своровала одна черная жопа. Понятно. Стексит или Генн Артамонов? Данкьянг первый. Неплохо. Хорошо. Как правильно хайповать... Какой сейчас 24-й? В 24-м году, как правильно хайповать? Одеваться, как я. Так, ну и хотелось бы, как и во всех интервью, и не во всех интервью, для начала, передать привет всем моим кентам с райончика и не с райончика. Всей мы на гатинской банде. Маме привет, маму люблю, брата люблю, Лизу люблю. Всем привет. И хотелось бы еще нахуй выслать кого-нибудь на этом интервью. Всем пока, блядь. Интервью закончено. Всем пока.